МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КРИК Извините. Что? 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 Помогите. Да что случилось? Мужчина, вы по какому поводу? Меня бьет жену. Вас? Вы что, женились на тираннозавре? Нет, женился я-то как раз на ангелочке. Ну? А на следующий день после свадьбы она превратилась в какого-то монстра. Егорушка! Егорушка! Ну зачем же ты сюда пришел? Это тираннозавр, о котором вы говорили? Что? Какой тираннозавр? Вы о чем? Егорушка. Какая милая, добрая девушка. Ну ладно, если хотите составить... Так, а бумаги нет. Сейчас я бумагу принесу. Не уходите! Да я быстро. Помогите! Что ж ты, муженек, стукачком оказался, да? Сразу в ментуру пришел. Я случайно. Ты шкура. Пухливая. Помогите! Ух, я дома что-то с тобой сделаю. О, как собаку порежу. Скотину такую. Вот и бумаженька наша истрадная. Ну, какая милая, хорошая девушка. Вы такой большой, сильный мужчина. Ну, раз вы настаиваете, протокол надо составить. Так, да елки-палки, ручкой не пишет. Сейчас я ручку принесу. Подождите. Да я быстро. Не фигу, уходите. Ох, я твоей крупной узкой сегодня попью. Не надо. Надо, гадина, надо. Я тебе сегодня борща пересоленного скормлю. А если у тебя не влезет он, тогда ложку скормлю. А потом половник. А если и этого будет мало, то я тебя в ванную запихну и фен туда включенный кину. Чтоб ты, гадина, знал, скотина такая. О своем поведении. А вот и ручечка. Егоровка, Егорушка, хорошенький мой. Какая прекрасная пара. Я все записал на телефон. Ах, вот оно что. Понимаю. Моя, конечно, тоже после свадьбы поменялась, но чтоб настолько. Ой. В общем, придется вас, девушка, задержать до выяснения обстоятельств. Да, 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 да. Не придется. Почему это не придется? Потому это. Минтьяра, слушай меня внимательно. Сюда никто не приходил. Нет. И никто заявление не оставлял. А то сейчас глаз потеряли. Да. Можно в туалет? Беги. Подождите. Трусливый какой. Ну что, муженек, пойдем домой? Любимая, я был не прав. Можно я останусь здесь? Дома поговорим! Я хочу остаться в тюрьме. Матрорик. Здравствуйте. Вы терапевт? Да. Что, собственно, вас интересует? Заходи быстрей. Чего ты шаркаешь? Иди. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вот привела. Ну, что вас беспокоит? Дело в том, что... Чего ты мямлишь? Чего ты мямлишь? Всю жизнь он мямлит. Рассказывай доктору все. Доктор, у меня... У меня болит... Чего ты мямлишь? Чего ты мямлишь? Это все время он, доктор, мямлит. Так и скажи доктору. У меня болит в правом боку. У меня болит в правом боку. Я это уже сказала. Говори доктору, колет под ребром. Голубушка, давайте мы же дадим возможность самому больному высказаться. О, даже доктор говорит, что ты больной. Вот говорила мне моя мама. Я не хотел. Что? Если ты хоть слово сейчас скажешь про мою маму, я тебе как звездану. Я не хотел. Я хотел. Да, да. Ты не хочешь и не хотел никогда и не можешь. Вот скажи доктору, когда у нас последний раз было, а? Да. Признайся. Извините, я это здесь причем? У меня от него просто, ой, боже, доктор, у меня от него поднялось давление. Помогите. Давление там уже очень серьезно. Давайте сейчас сделаем укольчик. Ой, так хорошо. Хорошо же. Раз. Господи, спасибо тебе. Неужели я свободен? Ай, голубчика, вы особо не обольщайтесь, она просто спит. Просто спит? Да. А сколько это продлится, доктор? Ну, думаю, часик у вас есть. Часик? Ай, нет, я за часик не найду даже паспорт. А можно ли это как-то продлить? Ну, в принципе, возможно. А на сколько? А можно без лимит. Без лимит. Голубчик, я, конечно, с удовольствием бы помог вам облегчить вашу жизнь, но без лимит, я думаю, не понравится полиции. Да вы что? Они, наоборот, вам премию выпишут и грамоту вручат. Она же, когда просыпается, такая буйная. Я вам верю, голубчик, но все-таки без лимит невозможен. Максимум три часа. Так, три часа. За это время я смогу найти паспорт и улететь. Да. Спасибо вам, доктор. Доктор, вы что? Ну, посмотрите, где я, а где баксы? Ну, ладно, просыпаемся, голубушка. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот. Это за наркоз. Ага. А это за ущерб. Спасибо. А за какой ущерб? А она проснется, вы сами все поймете. Подождите. Остановитесь. Свобода! Что это было? Ну, сквозь снег. Мама, зачем ты пришла ко мне на работу? Ну, как же, Женя, что мама не может проведать собственного сына? Я тебе принесла твои любимые пирожки. Ну, посмотри на себя, ну, весь же исхудал совсем. Ну, давай, открой границу. Таможня дает добро, Женя. Мама, я уже не маленький. Женя, если мама разрешает тебе играть в таможенника, то это не значит, что ты большой. Мама. Не мамкой. О, Марина Францевна, здрасте. Здравствуй, Женя, здравствуй. Ну что, радуйся. Твоя доля. Какая доля? Ты берешь взятки? Я воспитала коррупционера. Нет, мамочка, мама. Ты что-то перепутал. Что это? Ты что, забыл? Это же контрабанда аппаратуры. Какая контрабанда? Я в первый раз об этом слышу. Ну, это, наверное, твои деньги. Да? Да. А, точно. Это же мои деньги. Ага. Ну, вот. Видишь, мам. А про контрабанду драгоценностей ты тоже не помнишь? А, какие драгоценности? Ты что-то путаешь? Это тоже твое. Ну, конечно, путаю. Конечно, мое. Ну, а бриллианты-то тоже, наверное, мои? Правильно? Тоже. Тоже твои. Прекрасно. И партия кубинских сигар тоже моя? Да. Эх, Женя, Женя, вот с самого детства тебя помню учил его материться и курить под забором. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты с ним не водился, а? Видишь, каким он вырос? Вижу. Богатым. Эх, Женя, да счастье не в богатстве и воспитании знала бы его мама, чем он занимается. Может быть, позвонить Валентине Федоровне и сказать, что ты здесь развел рассадник коррупции? Марина Францевна, пожалуйста, не надо звонить моей маме. Мало того, что я позвоню и скажу, что ты развел рассадник коррупции, я еще скажу, что ты втягиваешь в нее моего сына. Ничего я его не втягиваю. Чего я втягиваю? Я его вытягиваю. А еще я позвоню маме твоей и скажу, что ты куришь. Нет, нет. Пусть лучше меня по антикоррупционному закону посадят. Пусть лучше я целый месяц фуры без проверки пропускать буду. Только, пожалуйста, не говорите моей маме об этом. Хорошо, вот сына проведала. Теперь пойду к дочери в прокуратуру. Ну, что нужно сделать? Ну, делай. Мамочка, пока. Пока, сыночка. До свидания, Марина Францевна. До свидания, мальчики. Работайте. Пока. Ну, тебе и мама. Цербер. Ну, так оно понятно. Она же всю жизнь вахтером работает. А, эти ж похлеще. Ментов и прокуроров вместе взят. Ну, да. Ты это, ешь давай. Она же вечером придет проверить. Да? Ой, я лучше тогда съем. Пятно. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Я по поводу смс. Тут произошла какая-то ошибка. Какого смс? Ну, вот. Пришло смс на телефон, что мне явится ваш банк. По поводу кредита. А я кредитов сроду не брала. Вы понимаете? Для меня лучше быть голой и босой, чем кредиты брать. Молодой человек. Понимаю. Разрешите, посмотрю? Да, пожалуйста. Угу. Так. Знаете, как я и думал, никакой ошибки нет. Как это? Вам имя Петренко Александр Валерьевич о чем-то говорит? Да, конечно, скотина такая, а. В смысле? Да, зять это мой. А. Дело в том, что Александр Валерьевич взял кредит в нашем банке, а вас указал как поручителем. А мое согласие где? Секунду. Вот. Да. Вот, пожалуйста. Вот согласие, а вот копия паспорта, пожалуйста. Вот гадина, а. А я думаю, зачем он мой паспорт попросил? Говорит, мама, дайте паспорт, я вам субсидию оформлю, мне без очереди. Ну, теперь он будет без очереди в больницу ходить. Гадина такая. Я вас понимаю, но, к сожалению, вам придется отвечать за его кредит. Да я за него десять лет отвечаю. А он меня то в полицию, то в банк. И много он взял. Ну, достаточно. Ну, вы знаете, он еще ни разу не платил. Вот скотина, а. Ну, увижу, убью. Молодой человек, у меня к вам есть просьба. Не могли бы вы ему позвонить и сказать, что его теща, узнав о кредите, прямо в банке кони двинула? Зачем? Ну, чтобы он быстренько прибежал сюда. А, понимаю. Хорошая идея, да. Сейчас. Позвоните, пожалуйста. Так. Молодой человек, сколько прошло времени, как вы позвонили? Две минуты. Странно. Задерживается. Неужели ты того? Верю и не верю. Сколько лет, сколько зим. Молодой человек, а зафиксируйте меня, пожалуйста, так сказать, с телом кредита. Я сейчас тебя зафиксирую на твою фотографию на памятнике. Как гад ты такой. Мама, гадык. Да, я жива. Но тебе осталось заживать последние секунды. Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваши разборки семейные. Если вы его сейчас убьете, его кредит придется выплачивать вам. А его оставлять живым никак нельзя. Ну, если вы не сразу его убьете, а сначала застрахуете, тогда будет пользу. Большое спасибо за совет. Ну, что, зятек, пошли страховать твою жалкую душанку. Мама, спокойно. Я отец ваших внуков. Да? Да. Ага. Ну, я хоть внукам что-нибудь куплю. Хадина, ты такая. Спокойно, мама. Купью. Да не трясись ты, Битя. Да где она ходит? Сейчас придет. Здравствуйте, дорогие, красивые, молодые, шальные. Путь к вам был не близок, поэтому потратила все деньги. Давайте погадаю. Хоть немножко, три-четыре копеечки верну. Здравствуйте, Жулия Алмасовна. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас к вам будет очень серьезный разговор. А тебе, красивый Рыжий, погадать? Всю правду расскажу, что было, что будет. Не надо мне ничего гадать. Я сам все знаю, когда у меня что будет. Это мы вам сейчас расскажем о поведении вашего сына Ратмира. Что натворил этот сорванец? Он это самое, уроки прогуливает. Ну, так мы народ кочевой. Мы не можем сидеть на месте. Нам надо постоянно куда-то идти, куда-то спешить. Мы поэтому третью школу за год и меняем. Ну, и это не главное. Тихо помолчи. Я все сама знаю. Все сама сейчас скажу. А пятерочку дадите за то, что я сама все это скажу? Нет. Ладно, говорите, что там случилось. Он у меня из спортзала козла украл. А? Скажись, такое козла! Откуда я из спортзала козел? Так это же там стареат гимнастический. Так, ладно. Не в этом речь. Всю правду сейчас скажу. Папка наш, отец Ратмирчика, ушел от нас. Угу. Так вы решили одного козла поменять на другого, да? Подожди, женщина. Сейчас вот я всю правду говорю. Видишь, я в печали, я страдаю. Так вот, папка ушел, забрал всех наших коней. А Ратмирчик мой, сыночек, он скучает за ними. Вот он и забрал вашего козла, чтоб ему веселей дома было. Пуцефалом назвал. Вас, конечно, очень трогает ваша история, но гимнастический снаряд в школу придется вернуть. Ладно, записывайте адрес. Парковая 20, квартира 15. Пиши, Витя. Ага. И что, там мой козел? Там мой козел со своей новой женой живет. Скотина такая. Вот заберите его себе и прыгайте через него. Зулия Алмасовна, все-таки придется вернуть козла в школу. Хорошо верну. Только глаза закройте. Вы опять за свое? Что? Я правду говорю? Да чтоб я на автостанции всю жизнь работала, если я вас обману. Хорошо, Витя, закрывай глаза. Ладно. Вот зараза, опять обманула нас. Сережки ваши. Украшение мое украла. Бегом за ней. Так, а тебе ее искать-то буду? Ты же слышал, что она на автостанции работает. Ага. Господи, опять коньяк. Залбали уже. Может лечить их хуже, а? А то несут и несут, несут и несут. Да! Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, здравствуйте. Ой. Что случилось? Я сегодня должен лететь отдыхать. На Бали. Поздравляю. Да. Но я боюсь самолетов. Понимаете меня? Да, да, да. Знакомая проблема. Это распространенная очень вещь. Сейчас я вам выпишу таблеточки. Выпейте перед самым самолетом. Ага. Доктор, это еще не все. В путевке указано абонемент. На плавание с дельфинами. Заскаляйте. Да, да, для вас, да. Но я боюсь с детства всяких рыб. Там пресноводно все, что вы в этой воде. Мне это страшно. Я понимаю. Понимаете меня? Давайте я вам маленький советик дам. Заходите на бар, берете грамм 200-300 виски и все. И поверьте, страх как рукой снимет. Понял, доктор. Понял. Но это еще не все, доктор. И еще не все. В абонементе, в этой путевке. Каждый день массаж. Понимаете? Ежедневно. Каждый день. А у меня страх. У меня страх, если люди вот так вот прикасаются ко мне. Я испытываю такой... А еще этими жирными руками в масле я не могу. И мне страшно. Стоп. Я могу вам помочь. Правда? Совершенно случайно у меня завалялась путевочка в Затоку. А там никаких самолетов. Добраться туда только можно на поезде и то на плацкарте. Совершенно никаких рыб, никаких дельфинов. Только медузы. Массажистов там вообще нет. Ближайший туалет только в Одессе. Знаете, жалко отрывать от сердца себе брау. Ну, это все, что могу себе позволить на зарплату доктора. Но готов с вами поменяться. Да. Вы серьезно? Конечно. Боже, спасибо тебе. Неужели? Опа. Опа. О. Боже, спасибо тебе. О. Алло. Людочка. Собирайся. Мы улетаем отдыхать. Угадай куда? На Бали. Да. Давай. Всего до вечера. Вот это джекпот. Джекпот. Ты долго еще тут будешь сидеть? Собирайся, поехали. Мне еще нужно купальник купить. Здрасьте. Здравствуйте. Доктор, забыл вам сказать. Это моя жена. Вы полетите с ним. В смысле? Солнышко, а ты же не против, если вместо меня с тобой полетит вот он? Да мне пофигу, кто со мной полетит. Не главное купальник купить. Послушайте, верните, пожалуйста, путевочку. Верните путевку. Я очень боюсь самолетов. А вы вот эти таблеточки перед самолетиком выпейте и все в порядке будет? Ну это ладно. Слушайте, я дельфинов на дух не переношу. Двести, триста грамм виски и как рукой снимет. Это я массажистов ненавижу. Ничего страшного, доктор. Не бойтесь. Там all inclusive. Она вас не съест. Поздравляю. Так, ну что, давай на купальник. Алло, Людочка, а может ты меня на сегодня срочно палату подготовить? Нет, давайте, наверное, не палату, а давайте реанимацию. Морг, морг, давайте морг. Морг, там она меня точно не найдет. Все, хорошо, да. Забронируйте меня местечко. Угу. Спасибо. Так, и заклинило, у меня предохранитель. Да на каком пистолете? На спиннинге. Кодренко. Здравия желаю, товарищ полковник. Ты чем ты тут занимаешься? Работаю. Работаю. Работаю, да? Да. Усиленно работаю. Да, ну садись, садись, садись. Вы же Крыныцу в отпуск отправили. Я тут один. Тяжело, товарищ полковник, тяжело. Да, конечно. Вы же вдвоем. Два дебила – это сила. А по одному вы просто придурки. Так точно! Так точно. Человек к тебе пришел? А, да. Тут же тебя по обмену опытом, значит, из управления полицейскую прислали. Полицейскую? Бабу? Ага. Балас. Бабу – это хорошо. Она мне, конечно, Крыныцу не заменит, но тем не менее. Да, Крыныцу никто не заменит. Ну, я бы на твоем месте так не радовался. Да ладно, товарищ полковник. Она-то, может, хоть и тупенькая, но по-любому красивая. Даже в полицию только красивых берут. Ну, да. За красотку спасибо, зячок. Здрасте. Здрасте. Марина Францевна? Да. Да. Ну, я вижу, вы уже знакомы. Да. Значит, сработаетесь по-любому. Петренко, ты остаешься до старшего? Так точно! Ну, здравствуй, зячок. Марина Францевна, как вы вообще в новую полицию попали? Как вы нормативы сдали? Это благодаря тебе. Я целое лето на дачу ездила. Что по сравнению с твоими нормативами? Мои пятьдесят соток. Ну, что ж, Марина Францевна. Сейчас я вам покажу, что такое работа в милиции. Это не ваши полицейские эти. Ха-ха, хе-хе-хе, щелк-щелк. Значит так, Марина Францевна, слушайте мой первый приказ. Приказывай, зятек. Не зятек, а лейтенант Петренко. Хорошо, приказывайте, лейтенант Петренко. Так. О! Переберите все дела в алфавитном порядке. Это первый приказ. Поехали, выполняем. Интересно, а как это связано с обменом опытом? Это приказ, выполняйте. А, хорошо, выполняю. Я вот тут подумал, это ж сколько полицейских без формы осталось, чтоб вам форму пошить, а? А ты шутник, зятек. Сейчас дошутишься, что я тебя тресну по голове. Дело маньяка Семенова. Пожалуйста, давайте бейте. Вот сюда прям валите. И я вас посажу за несоблюдение субординации. Понятно? А, не волнуйся, я тебе такого счастья не предоставлю. Вот так вот. Слушайте, Марина Франсовна, а вы вот когда селфи делаете, вы вся в камеру влазите? Вся, вся, шутник, вся. Хорошо. Угу. Всем дотрольно. Срочно прибыть на место происшествия. Опасный преступник. Слезал заложника. Осторожно, он вооружен. Вот. Вот оно задание. Собирайтесь, собирайтесь, едем. Быстрее. Подожди, а мне бронежилет? У меня на танке бронежилетов нет. И потом вас никто целиться даже не будет. Кому вы нужны новые полицейские? Ага. Ну, хорошо. Ой. Ну. Пошли. С Богом. Помчались. Помчались. Ой. За поимку опасного маньяка, за проявленную смелость и выдержку при содержании, медалью. Медалью награждается сержант полиции Марина Францевна. Где аплодисменты? А? А? Рада стараться, товарищ полковник. Молодец. А, да, и еще. Я тут поговорил с вашими главными. Мы решили повысить вас в должности. Так что теперь в вашей паре вы старшая. Да. Спасибо, товарищ полковник. Благодарю за службу. Спасибо. СМЕХ Спасибо. СМЕХ СМЕХ А? Как вас вообще угораздило упасть на этого маньяка? Как он вообще живой остался? Я не понимаю. Ха-ха-ха. Куда? Ты что, не слышал, что полковник сказал? Теперь я начальница. Ха-ха. И теперь ты будешь выполнять мои приказы. Ну, и давайте. Какой же ваш первый приказ? Первый приказ, дорогой зайчик, будет таким. Завтра едем на дачу. Какая дача? Вы с ума сошли? У меня вон куча дел, мне их перебирать надо. Вот там и переберешь свои дела. А заодно и картошку. Знаете, что? А чего вы на меня так смотрите? Что-то не так? Да нет, все в порядке. Просто удивляет, почему стюардесса не летит, а едет на поезде. А вы знаете, я раньше летала, но потом подумала зачем. Еду и напитки я разнесла, а потом целый полет свободно. Так а выгода в чем? Самая прямая. Вместо меня еще несколько человек на борт взять можно. А. Угу. Ну что, счастливого пути. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Следующий. Что, все получилось за себя? Молодец. Молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, декларация. Паспорт. Паспорт. А вы тоже не летите? Да. Очень летать боюсь. Шучу. Шучу. Там уже пилот не нужен. Там есть автопилот в топочку. Нажал он, сам взлетает, летит, садится. Вообще. Ну, тем более еще возраст у меня, знаешь, давление там атмосферное. Плюс моя собственная голова болит. Эй, неудобно. А в поезде очень хорошо. На полочку лег. Очень удобно. Кайф. Ага. Автоматизировано все прям, говорите? Да, все автоматизировано вообще. Ага. Кстати, там в кабине пилота, получается, два места свободных. Хочешь лететь в Испанию? Хочу в Испанию. Конечно, хочешь. Почему до сих пор не летишь, эй? Пойдем. Полицей в Испанию. Эй, давай, давай. Ага. Молодец. В Испанию. Так, я не понял, что происходит? Шухер? Облава? Валим? Эх ты, серость. Весь мир уже давно перешел на автоматизацию. Понимаешь? Вот и я поддерживаю, как говорится, прогресс. Вот смотри, декларации человек сам заполнил, поставил печать, денежку сюда положил и все. Понимаешь? А ты куда это? Я в Испанию улетаю. Да, через два часа самолет и, между прочим, у меня место в кабине пилота. Понятно? Я тебе магнитик с Барселоны привезу. Ну, давай. Давай. Счастливого пути. Ну, допустим, печать они сами поставят. А сколько денег надо положить? За какой груз? В какой валюте? Сколько товара на таможне оставить? За этим надо контроль, порядок. Это тебе не самолетом управлять? Так, прогресс прогрессом, а я, пожалуй, проконтролирую этот процесс. Следующий. На троих. Да ты не представляешь, с кем ты связался. У меня в ментовке родственник работает. А ну, давай, выпускай меня быстрей. Дамочка, ну, ведитесь, а тише. Ну, ты нарвался. Дай мне телефон, я ему позвоню. Ну, вот уже не состыковочка. Дай сюда. Если родственник действительно работает в органах, то вы знаете, что сказка про вот этот единственный телефонный звонок – это просто сказка. Сказка? Сказка. Хорошо. А вот и он, мой родственник, я же тебе говорила. Зятюк, выпусти меня отсюда, а? Зятюк. Это что, реально твоя теща? Прикинь? Соболезная. То-то же. Так это ты ее? Ну да. А за что? Не было при себе документов, я ее задержал для выяснения личности. Правильно, это по закону. Да я за хлебом вышла. Зятюк, ну давай, выпусти меня, пожалуйста. Так какой же я вам зятек? В первую очередь я работник органов. Мало ли кто вы такая. Я? Так, давайте все по порядку. Как вас зовут? Меня? Иванова Любовь Дмитриевна. Иванова. Забыл уже, алкаш? Мало того, что жизнь испортил моей дочери, так уже и до меня добрался. За оскорбление сотрудника штраф вам уже обеспечен. Ай-яй-яй, штраф. Так, дамочка, паспорт при себе имеете? Нет. Тогда сидим. Иди домой и возьми мой паспорт. Ага, сейчас я отдам паспорт своей любимой ненаглядной теще, какой-то неизвестной женщине. Зятек тебе же хуже будет. А вот за угрозу сотрудника это уже срок. Да, да, да. 15 суток. 15 суток минимум. Позвони моей дочери, она все решит. Ага. А у нас в милиции кумовства нет. И никто вам не поможет. Привет, любимая. Доченька, я здесь! Как задержанная? Тихо! Тихо, я сказал! Да, да. Мать твою? Видел. Да. Сказала, что к подружке поехала переночевать. Дней-то где-то на 15. Ага. Все, давай, пока. Выходю-ка. Слышь, так, а за что ты с ней вот так вот? Сказала, что приехала на два дня. Ага. А я уже месяц со своей женой наедине побыть не могу. Так что, крыльца, давай, я погнал. Слышь, а моя теща знаешь, что задумала? Ремонт. Да, ремонт. Ремонт – это года два. Серьезный срок. Точно. Точно. Я на нее кражу повешу. Какую кражу? Крыльца. 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 Изнасилование. Так, все, крыльца, пока. Жене привет. Мама. Гражданка задержанная. Я выйду, я тебя устрою. Выйди вначале, мы, брат. Кобель. На троих. Вот здесь и здесь. Желаю здравствовать вам, раба Божья Надежда и Софья. Удачи вам во всех благочестивых начинаниях. От рукам вашим мучащимся толку в голове и усидчивость в обратной точке. Здравствуйте, Сергей Петрович. Можно просто. Отец Сергий. Присаживаюсь. Спасибо. Зачем вызывали? Почему сами не приходите? Путь-то не близкий. Батюшка, визиты к вам в церковь нам очень дорого обходятся. Дело в том, что ваш сын может завалить экзамены. Ему нужно лучше готовиться. Да. Ну что ж, если нужно, значит и будем лучше готовиться. С сегодняшнего дня будем не три свечки ставить, а семь. И молиться он будет не десять раз, а тридцать. И для одежды Божьей помощи издадим ваши экзамены окуянные. Я боюсь, вот это как раз и не поможет. Он отрицает теорию эволюции. Да. Говорит, что люди произошли от Адама и Евы. Ну что ж, отрок мой от молодости может заблуждаться. Ибо я не могу полностью отрицать теорию Дарвина. Я видел некоторых ваших старшеклассниц, как они косметику накладывают на себя. Поэтому действительно некоторые из них произошли от обезьян. А на физике, на вопрос, почему горит лампа накаливания, он ответил, по воле Божьей. Судя по новым тарифам, не по воле Божьей она говорит, а по воле дьявола. Тарифы-то совсем не божеские. Но самое страшное, Сергей Петрович, что он ни разу не сдал на ремонт школы. Ах, вот оно что. Скажите, рабобожья надежда, как самочувствие ваше в последние дни? Ну ничего, суставы немного ноют. При чем тут это? А вы, Софья, не жалуетесь на везение или его отсутствие? Честно говоря, если бы мне везло, я бы, наверное, тут не работала. Вот именно. О чем я и пытаюсь вам сказать. Ибо дело вы небогоугодное затеяли. А ежели бы дело было праведное, то я бы за вас там похлопотал. А что же нам делать? Что делать? Собирать деньги на храм Божий. Сколько вы уже собрали? Десять тысяч. Не фонтан. В смысле? Фонтан хочу в резиденции построить, но этих средств недостаточно. Ну и эту жертву я с удовольствием от вас приму. Побыстрее можно, его рука затекает. Вот, очи возьмите. Я прошу прощения, а мы тут без ремонта системы отопления не укулеем. Не укулеете. Ибо главное – это духовное здравие. А в школу можно и потеплее одеться. До свидания. Да, собственно, главное – нужно к нему в церковь ходить. Потому что его визиты сюда нам дороже обходятся. Ох, и жара сегодня, мама. Может, водички холодной выпьете, а? Спасибо, зючок, я не хочу. Ох, ну и жара. Сумасшедшая. Водичка. Саша, это что такое? Зачем? Да хал. Дурак. Мама, а че это вы на лежаке лежите? Смотрите, я вам на песочке постелил. Ну, чтоб вы свой артрит подлечили. Спасибо, зятечек. Мне и здесь хорошо. Ой, Саша, как это классно придумал. Саша, я тебя сейчас закопаю в этой яме. Иди сюда, зараза. Была горчица острая. Теперь будет крем от загара. Мама, а вас кремом не намазать, ну, чтоб вы не сгорели? Спасибо, зятек. Меня после дачи загар не берет. А я не могу. Солнце прям жарит. А дай хоть крем помашь. А то просто капец какой-то. О, печет. О, печет. Саша! Саша! Это что такое, дурак? Да! Идиот. Ну, все, мам. Пошутили и хватит. Откапывайте меня. Угу, сейчас. Мои шутки, зятек, только начинаются. О, ничего. Вот придет Вика, раскопает меня, вот я вам дома устрою. О-о-о. Вика, ты же ее сам послал ужин готовить, Вика. О, ужин, точно. Давайте, раскапывайте меня, а что я здесь кушать буду? Ага. Что будешь кушать? Сейчас я тебе дам. Ой. Вот. Кремик для загара. А водичкой запьешь. А-а-а. Так. Вот так. Эй, мама! Эй! Помогите! Помогите! Мама! Мама! А-а-а! Блин! Пипа! На троих! Так, это дело не открывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вызывали? А вы кто? Я? Я ненасытная Марина Семеновна. А, ненасытная. Да. Вот ваше дело. Вы писали заявление о попытке изнасилования. Да, именно так. Ну, что ж. Нашли мы маньяка. Да вы что? Да. А где он? Здесь. Вам просто надо его опознать. Опознать? А как? Ну, как? Ну, укажете на одного из трех мужчин. Кто это сделал? Вы знаете, во время попытки к изнасилованию я не особо запомнила лица. Ну, что же. Ну, какие-то, может, другие особые приметы. Родинки, бородавки, татуировки. Что-то другое. Ну, я попробую. Где, говорите, они сидят? В пятнадцатом. В пятнадцатом кабинете. Да, вас все идет. Хорошо. Да, спасибо. Спасибо. Вот. А не переживать и очистить. Ну, что, опознали? Вы знаете, пока нет. Скажите, пожалуйста, у вас сигаретки часом нет? Я не курю. Лейтенант, а можно в водичке, да? Пожалуйста. Ну, зацепочки есть какие-то? Ой, что вам сказать. Между первым и вторым... Сейчас еще раз проверю, тогда к вам вернусь и все скажу. Внимательнее смотрите. Да. Ну, вы определились, кто маньяк? Ой, гражданин начальник. Пока нет. Какие-то они у вас все такие крепкие. Слушайте, можно я водичку заберу? А мне что делать? Кого сажать? Сейчас я вернусь и точно уже вам скажу. Майор, я перезвоню. Ну все, я определилась. Вот этого будем сажать? Посадите меня, умоляю вас. Да нет, это он один остался в сознании. А те двое в бессознательном состоянии. Сажайте кого хотите, одного или второго. А с этим что делать? Ой, большое вам спасибо за такой подарок на день рождение. А у вас день рождение? Будет день рождение. С ним будет день рождение. Спасибо. До свидания. Так, а с теми двумя что делать? Значит, на одного повесим изнасилование, а на другого ограбление. Хороший день. Хороший день. Хороший день. На троих. Вот что он нарисовал, а? Вот как это можно показывать детям? Ну, я этому Ван Гогу уши поотрезаю. Да. В чем проблема? Что-то вызови меня посреди уроков. Альберт Михайлович, успокойтесь, пожалуйста. Придите в себя. Извините. Я считала вас великим художником. Спасибо. Вы получаете зарплату от государства, да? Да. И я вас просила, как человека, нарисовать картинки к алфавиту. Что вы нарисовали? Я нарисовал картинки к алфавиту. То, что вы меня и просили. Я так вижу. Угу. Хорошо. Давайте посмотрим вместе. Хорошо. Так. Вот это, я понимаю, буква А, асфальт, да? А вы что? Вы что, не видите? Дорога раздолбана. А. Автодор. Хорошо. Вы меня убедили. Скажите, а как вот этот рисунок связан с буквой Б? Ну, как же. Презервативы? Это что? Безопасность. Видите? А вас не смущает, что алфавит детский? Поверьте мне, детки в наше время очень развитые. Да? Хорошо. Но вот этот рисунок меня возмутил до глубины души. Буква В. Водка. Это же пропаганда алкоголя. Но вы что? Это не водка. В. Это веселье. Веселье? А, весело. Весело. Отлично. Хорошо, Альберт Михайлович. Хорошо. Продолжим. Вы сказали, что А. Это Автодор. Правильно? Так. А теперь мне объясните, как вот эта аналогичная картинка связана с буквой Г. Г. Ну как же? Вы что, не понимаете? Г. 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 Альберт Михайлович, это никуда не годится. Это надо все переделывать. В смысле переделывать? Первые сто экземпляров уже розданы в начальном классе. Да вы с ума сошли. Какие сто экземпляров? Такие сто экземпляров. Г. Немедленно ко мне зауча начальных классов. Г. 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 Михайличенко наотрез отказывается учить алфавит. Сколько я не заставляла, ни в какую. И знаете что? Он выучил. Да вы что? Благодаря новой методике и этим великолепным рисункам нашего Альберта Михайловича. Браво, браво. Я старался. Альберт Михайлович, наша Яна Викторовна очень просит, чтобы вы нарисовали два-три плакатика в ее кабинет биологии. У меня уже есть пару набросков. Нет, нет и еще раз нет. Я видела эту картинку на букву Ж. Я себе уже представила картинку на букву Х. Надежда Константиновна, вы себе ее даже не представляете. Ну, знаете. А вот я уже ее так вижу. Хамелеон. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите. Да, присаживайтесь, чем могу помочь. Очень мало времени. Скажите, у вас надежный банк? У нас девять ступеней защиты, охранники, камеры, сейфы, все как надо. Очень хорошо. А есть у вас такие штуки, как в фильмах, такие ящички с такими замочками кодовыми, ну, как на вокзале? Банковские ячейки. О! Есть. То, что надо. Личный вопрос. Да. Скажите, вас когда-нибудь лишали самого сокровенного? Нет. А меня постоянно лишают. Извините. Я хочу в вашем банке положить мое самое сокровенное. Вот. Заначка. Что, простите? Заначка? Мужик, у тебя что, нема заначки? А, заначка. Заначка? А, заначка. Я тебя, куда я идтики не прятал? Везде-то проныра находишь. Жена моя, жена. Да, да. Положил в эту, в кассету с порнофильмом. 14 лет мы к этой кассете не притрахивались. А тут, я не знаю, весна, ностальгия, что произошло? Знаете, нашла. А я в неработающую розетку прячу и в книге. Та, то 10 минут ей надо. Я тебе говорю. В ручку от спиннинга нашла. Бачок от унитаза. Нашла. Этот перфоратор. Как она его разобрала? Я ума не приложу. Потом, смотрю, села на диету. Так. На кухню практически не заходит. Ну, думаю, вот он, шанс. Кладу это все в духовку. Что ты думаешь? Нашла. Сгорела к чертовой матери. Все сгорело. Кошмар какой. Ну, ладно, мы вам поможем. Я сейчас хожу в сейф, принесу банковскую ячейку. А? И будьте спокойны, никто не найдет вашу заначку в нашем банке. Дай бог. Пока придумывайте пароль и кодовое слово. Что тут его придумывать? Гадюка. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, чем могу помочь? К вам сегодня такой перепуганный идиот. Заходил? К нам много разных людей заходит. Иванов Петр Иванович. Это банковская тайна. Заходил? Что хотел? Женщина, это банковская тайна. Я не женщина, я его жена. Ты женат? Да. Быстрее говори, что он тут делал, иначе твоя вдовой станет. Он ячейку кое-что положил. Что положил? Тащи сюда эту ячейку. Это точно через мой труп. Ну, ты нарвался. Да на, вот его паспорт, вот доверенность, подписанная нотариусом. Ну, что я могу проводить операции без участия мужа. Давай тащи. Ну, это ж другое дело. Только вам надо знать кодовое слово. Что я бы там знать? Гадюка. Верно. Сейчас принесу. Давай. Вот, пожалуйста. Только вы вряд ли ее откроете, там пароль стоит. Угу. Значит так, беру 500 гривен на хозяйство. Завтра опять зайду. Но ты не кодируй больше, а то придется тебе маникюр мой оплачивать. Понял? Да, конечно. Будьте. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Здравствуйте. А где Надежда Ивановна? Классный руководитель 11-го А. А вы, собственно, кто и по какому вопросу? Я председатель родительского комитета и по вопросу, что покупать нашим деткам на выпускной на стол. Разрешите представиться. Новый классный руководитель 11-го А-класса Александр Сергеевич. Раз. Два. Как это? А как же Надежда Ивановна? А Надежду Ивановну, так сказать, уволили. За некомпо... За не... За некомпоклейкость. Во. За некомпетентность? Ну да, типа того. Так что я теперь ваша новая классуха. Ну, если вам так удобно. Честно говоря, первый раз вижу классного руководителя физрука. А это там в министерстве решили, не наши это дела. Так, давайте переходим к этому, к вашему вопросу. А, да. Значит, что мы берем на стол? Так, на стол мы берем... Записывайте. Берем водку. Какую водку? Хорошую берем. Паленку брать не будем, потому что в прошлый раз полвыпускного класса ослепло. А хотелось бы, знаете ли, рассвет увидеть. О. Подождите, ну а как же школьные правила? Школьные правила у нас не изменились. Значит, третий тост за любовь, четвертый за родителей. Все как положено. Нет, я имею в виду дети. Как им пить водку? Это же... Как? Очень просто. Вы что думаете, они не пьют алкоголь? Так уж лучше пусть под моим присмотром, понимаете, чем где-то там во дворах. Тем более я уже не первый год, поверьте мне, занимаюсь организацией подобных, так сказать, мероприятий. О. Ну хорошо, сколько берем? Так, ну, я думаю... Две бутылочки. Два ящичка. Как два ящика? Зачем? Как? Зачем? Мы ж два дня сейчас отмечаем. Как это два дня? А вот так. Распоряжение с министерства у нас пришло. Значит, первый день у нас теория, второй день, значит, закрепляем это все дело, как говорится, на практике. О. Ладно, что еще берем? Так, еще возьмите, наверное, пивка. Какое пиво? Может быть, еды возьмем? А ты не такая глупенькая. Да, возьми еды какой-то там, ну, на свое усмотрение, там, набросайте, нарезочки какой-то там. Колбаски. Капусточки, зелени. Добрый день. Добрый день. Ой, Надежда Ивановна, здравствуйте. Скажите, как так получилось, что вы больше не классный руководитель нашего 11-го А? Как? Ну... А мне тоже интересно, как так получилось, что я больше не классный руководитель 11-го А. А, Александр Сергеевич? Не знаю, вы тут сами разбирайтесь. Пошел вон отсюда. Да-да, я как раз собирался пойти встретиться с председателем родительского комитета 11-го Б-класса. Физкульт-привет, так сказать. Так, а водку берем? И пивка? 250 гривен на 50 родителей, это 12 с половиной тысяч. Поможить на 45. Криша, еще раз принесешь электронную сигарету, будешь веник курить. Здравствуйте, Марина Францевна. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. А я тут воюю, воюю. Что это? Электронная сигарета. Мишенька, засранец, принес, наверное, у папы взял. А, ванилька. Я сама отцу передам. Виктория Сергеевна, я как заведующая должна знать все, что происходит у меня в учреждении. А что происходит? Все хорошо. Хорошо. Игорь Маргун губу разбил, Валерочка унтила, манту расчесал. Я о финансовой стороне. А, Лизочка Марченко проглотила 10 копеечек. Я не об этом. Меня интересует, как наши родители сдают на ремонт садика. Вот про что вы. Тут, конечно, я похвастаться ничем не могу. Сдали всего трое родителей. Вот именно поэтому я взяла на работу новую сотрудницу, новую воспитательницу. Познакомьтесь. Яна Викторовна, войдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А я что? Я что, уволена? Ну что вы, Виктория Сергеевна, вы нам дороги как сотрудник. Вы остаетесь. Да, Яна Викторовна, я гляжу, подороже будет. Виктория Сергеевна, вы не обижаетесь. Вы будете заниматься детьми, как занимались всегда. А Яна Викторовна будет проводить родительские собрания. А может, я еще раз попробую? Я вот юбку покороче одену? А? Виктория Сергеевна, я боюсь, что если вы даже оденете юбку покороче, то те трое родителей, которые сдали на ремонт, деньги заберут обратно. Все равно. У нас не получается собирать деньги, потому что на родительские собрания ходят всего пять человек. Получится. Все у вас получится. Девочки, поговорите, а я, если что, у себя в кабинете. Виктория Сергеевна, сначала придут пять, потом пятнадцать, потом, гляди, и пятьдесят человек. Откуда пятьдесят человек? У нас в группе всего пятнадцать детей. Милочка, деньги на садик мы будем собирать со всего района, затем со всего города, а после, со всей области. Ну что, пойдемте знакомиться с группой. Тещины малосольные. Он всегда восхищался кулинарными талантами этой женщины. Слышь, ты, эстет, а меня покормить слабо? Мам, вам нельзя ни жареного, ни соленого. Дай кусочек колбаски, а то у меня ваша баланда вот здесь вот стоит уже. Лава кусочек. Э-э-э, ты видишь, что там написано? А-а-а. И что там написано? А там написано, мам, что у вас диета номер один, а все продукты, которые были вместе с вами, переходят к нам, к лечащим врачам. У вас исключительно санаторное питание. А-а-а, тогда же я в санатории, а? А что я сижу в обезьяннике? И что у меня шишка на голове? Это лечебный эффект. Ага. От процедур. А как я здесь вообще оказалась? Ну, мама, как вы оказались? Вам прописали лечение в санатории минеральные воды. М-м-м. За целые три тысячи. Это при том, что у меня зарплата всего лишь две с половиной. Так тебе и надо. А вот это уже по-свински. И ваш благородный зять организовал вам пребывание в нашем элитном курорте Минтовские воды. Ну, я один там есть помог. Молодец. Но зато мы с Крыныцей организовали трансфер. Да, и завтра у вас грязевые процедуры. Какие еще грязевые процедуры? А вот такие. Мы вам бомжа подселим. У вас же номер с подселением. Какого бомжа? А ну, выпускай меня отсюда, я тебе говорю. Как же вас выпускать? У вас путевка 21 день, а вы в первый день свалить хотите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты доиграешься, я выйду отсюда, я дочке пожалуюсь, так ты всю жизнь будешь на аптеке работать. Ты доиграешься. Вот все в нашем санатории хорошо, только проблема. Связи нет. Только смс-ками. Юродивый. Любимая доченька. Ага, вот. Любимая доченька, у меня все хорошо. Спасибо твоему самому замечательному мужу за то, что организовал такую путевку. А это... Останусь, наверное, еще на вторую смену отправить. Так, ну ладно, все. Обед закончен, переходим к процедурам. Сегодня у вас есть уникальная возможность самой выбрать процедуру. Массаж. Лечебный. Угу. Электрофорез. Тоже лечебный. Или... Я отсюда выйду, я тебя зарою, ты понял или нет? Доктор, запишите. Пациент выбрал душ-шарпо. Самостоятельно. Ага. Ну, гады, вы сами напросились. Э-э-э-э! Алло, 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 алло! Э-э-э-э! Медведь вырвался из клетки! Ой, прелесть какая. Мм. Мамулечка, а может вы и нам 50 грамм нальете? Ну так чисто стресс снять. Не могу, зятек, тебе же нельзя. Вон там написано. А вообще по расписанию у вас сейчас лечение опорно-двигательного аппарата. Сели. Встали. Сели. Встали. Ну, а минут через пять водные процедуры. Душ-шарпо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне надо. У меня вообще ничего не болит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мм? Нет. А это? О! Вот в этой кофте вам будет очень хорошо. Да? Она оттеняет цвет ваших прекрасных зеленых глаз. Оттеняет это хорошо. Да. С пачкой долларов в руках я буду выглядеть в ней очень гармонично. АПЛОДИСМЕНТЫ Беру. Вика. Мм? Там уже очередь из фур выстроилась. Я не понял. А что вы здесь устроили? Магазин? Или, а? Я подбираю себе обновочки на весну. Нашла время. Там штук сто фур стоит. Мужчина, слушайте, покиньте помещение примерочное, а? Вы смущаете женщину. Это таможня, а не примерочная. И это не дама. А в первую очередь работник госучреждения. Вот мужики, да? Они ж только видят внешнюю оболочку. А тому не понимают, что тонкую ранимую женскую душу может спасти только новая кофточка. Душа она у всех. А вот работать в таможне, может, тот человек, ему очень повезло. Я пойду фуры пускать. Нет, нет, стоять! Всем стоять, пока я не подберу. Ну, зачем тебе все фуры? Ну, выбери одну, я остальные пущу. Я не могу, потому что в этой фуре кофточки. А мне под эту кофточку надо будет подобрать юбочку. А она во второй фуре. В третьей туфельки, в четвертой сумочки, в пятой браслетики, колечки, всякие украшения. Стой, 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 стой. Ты что хочешь? Из-за своих обновок парализовать работу таможни? А то, что у меня жизнь личная парализована, тебя это не смущает? Хожу вот, как лохушка в форме. Так, лохушка, слушай меня сюда. Я пошел первую фуру пропущу, остальные за ней, ясно? Да не пройдет эта фура. Это еще почему, женщина? Потому что я водитель этой фуры. Так, а ну быстро уберите машину. От госпожи начальницы зависит. А вы поскорей покиньте примерочную. может, кобилизончик, Та-дам, 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 два виски, пожалуйста. Беру, беру, это беру, это беру, и вот это. Вот это хорошее удилище, крепкое, для крупного улова, так сказать. Это хорошо, потому что в крупных уловах мы разбираемся. Так, я не поняла, почему у нас такая пробка на пропуске? А это теперь я, Викочка, готовлюсь к новому весеннему рыболовному сезону. Столько фур, чтобы выбрать одну удочку? Это в одной фуре удочки, во второй крючочке, в третьей блесна, в четвертой леске, в пятой грузике, вон, целая цистерна опарыши стоит. Как вам не стыдно? Докатились? Софья Николаевна, неужели ради этого вы шли в педагогику? А вы, Альберт Михайлович, как вы докатились? Мне просто надоели эти горшки, яблоки и арбузы. Я учитель изобразительного искусства, а не рыночной мазни. Вы учитель вульгарности и пошлости. А что здесь такого страшного объяснить? Действительно, Альберт Михайлович попросил, а я согласилась. Боже мой, как вы просто об этом говорите. Попросил, согласилась, как будто бы каждый день вас об этом кто-то просит. Ну, это просто обычная педагогическая солидарность. Действительно. Это обычная педагогическая беспринципность. Я, конечно, не ханжа, но такое. Ну, подождите. Наши дети должны развиваться, узнавать что-то новое. Дети? А при чем здесь дети? Ну, как же, все это мы делаем ради детей. Ну, конечно, если вы, пардон, не предохранялись, то дети у вас будут. Да. При чем здесь это? Вы что? Дети, я имел в виду, что дети должны смотреть на это. и получать что-то новое, понимаете? То есть, вы это делали при детях? Ну, конечно. Дети должны узнать, что такое настоящее искусство. Да. То есть, вы называете всю эту пошлость искусством? Позвольте, рисование с натуры это древнейшее проявление изобразительного искусства. Да, и я согласилась быть натурщицей. А литературу вы тоже будете вести голый и классный час. И последний звонок! Прекратите! 11-й Б с таким удовольствием рисовал эти прекрасные формы. Да. Эти развивающиеся на ветру волосы, эту лебяжью тонкую шейку. Спасибо вам, Альберт Михайлович. Вы такой мастер, а ваша кисть, а ваша кисть, она, она... Прекратите! Мастер, говорите, кисть. Это, конечно, громко сказано, но мне очень лестно, что именно Софья Николаевна согласилась на этот эксперимент. Если честно, я и мечтать не мог раньше об этом. Да что вы заладили, Софья Николаевна, Софья Николаевна, как будто в школе других женщин нет, готовых на все ради искусства. Я... Ну... Ну, позвольте, кто еще согласится на такое? Скажите, Альберт Михайлович, а вам знакомы полотна Робинса? Знакомы, естественно. каждый художник восхищается этим гением, но... Никаких но. Я уверена, что следующий урок вам очень понравится. Идемте ко мне в кабинет. Я надеюсь, ваша кисть при вас. А как же я? А вы, Софья Николаевна, пойдете к нашему трудовику дяде Мите натурщицей и с вашей натуры получатся шикарные носки. Софья! Альберт! Софья! Альберт! Софья! И так слушается дело дальнобойщика Семенчука против Украфтодора. Присаживайтесь, пожалуйста. Это самое, спасибо. Постою. А что случилось? Ничего. Просто этих девятьсот километров по нашим дорогам у меня уже места живого нету. Постою, ничего. Скажите, пожалуйста, Семенчук, почему у вас шишка на лбу? Шишка? Шишка, то фигня. Кто мне руль новый оплачивать будет, а? Успокойтесь, Семенчук, как вы получили эту шишку? Да как? Это самое, еду, никого не трогаю на своем луноходе. Вы хотели сказать на машине, да? Нет. После этой самой поездки по этим кратерам это уже луноход, а не масс. Ясно. Какое ваше обвинение в сторону представителя Украфтодора? Вот я из-за них вот, это самое, напарника потерял. Как это произошло? Да как? Ебтой. Едем, никого не трогаем. Тут лужа огромная. Я говорю, выйди, это самое, посмотри, проедем, не проедем. Он выходит, это самое, ногой ступил, а там, сука, трясина, как-то сосало его, прямо у меня на глазах. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста, Семенчук, успокойтесь. Все понятно, да. Слово предоставляется представителю Украфтодора. Пожалуйста, Олег Петрович. Ой, Ваша честь, вот честное слово, не могу я понять, где они эти ямы находят. Я каждый день езжу с дома на работу, с работы домой, дорога просто идеальная. Ваша честь, можно я его ударю? Истец, я вас прошу, держите себя в руках. Тем более, вы преувеличиваете проблем. Преувеличиваете? Дороги по чуть-чуть, но ремонтируется. Преувеличиваете? Да. Покажи мне хоть одного человека, которому бы вот нравились эти твои дороги. Да их сколько угодно. Да? На шиномонтаже, ребята, довольны. СТОшники нас благодарят. Послушайте, послушайте, Олег Петрович, что вы еще скажете в свое оправдание? Ну, что я могу сказать? В этом году на ремонт дорог выделена рекордная сумма. Ага, вы считаете, что это оправдание? Нет, я считаю, что это деловое предложение вам лично. Может, мы как-то договоримся? Ох ты, скотина ты, хай-тюк! Сдохойте, Семенчук! Никогда не думала, что я это скажу, но мы с вами как раз не договоримся. Браво! Почему? Потому что я тоже по этим дорогам езжу. Ага! И мы с вами не договоримся, так что вы признаетесь виновным и приговариваетесь судом к исправительным работам. СТОшники Подождите, это самое, может, не надо исправительных работ? Ну? И уже пошлют дороги заделывать. А это же замкнутый круг. А что вы предлагаете? Можно? В качестве этого самого наказания он ко мне напарником пойдет. У меня как раз пять рейсов в Николаев-Кировоград. Очень интересно, кстати, очень интересно. Николаев-Кировоград? Ваша честь, я вас очень прошу, это негуманно, это очень жестоко. Давайте каменоломни, давайте урановые шахты, но только не Николаев-Кировоград, я вас умоляю. спрошу. С судом решение принято. Пойдем, я бы научил бакировать телесо база на весу. Пойдем, пойдем, напарник. Николаев-Кировоград, не надо. На троих. Южи Константиново, здрасьте. Здравствуйте, кормилица наша. Здравствуйте, но я вас не вызывала, чего вы пришли. Благословения хотим просить у вас. Жениться мы решили. Дядя Митя, ой, Дмитрий Иванович, предложение мне сделал, вот. Из проволоки? Солидно. Я попрошу, это чистейшая медь. А, ну, другое дело. А почему выбор пал именно на Софью Николаев? Потому что люблю ее и долго добивался. И как, например? О, целая история любви. Вчера произошла. Да. В общем, захожу к ней на урок взять двух крепких девочек, мальчиков. А эти сорванцы всем классом решили урок прогулять. И я понял, что нельзя терять ни минуты. Ну, потому что до звонка три минуты оставалось. И прям там я ее, короче, на столе, блин, повернул, перевернул. А можно без подробностей? Чего от меня надо? Мы бы хотели пригласить вас отметить этот праздник вместе. Да. Вы первая, кому мы решили об этом сказать. Вы бы с вами хотим за это дело так сказать, что доставайте все, что у вас есть, будете нас наставлять на путь семейный истинный. Слышишь ты, алкаш ты истинный. Я твои планы разгадала. Тебе, когда выпить не с кем, ты приводишь ко мне в кабинет очередную невесту. Вы уже пятая за последние полгода, Софья Николаевна. Блин. Прости, Софюшка. Видишь, все против нашей любви. Алло, Колян, не про канала. Ну, опять на тебе кредит оформим, че, впервой. Вы, вы же разрушили мой брак. Да вам что, сложно было бутылку ему поставить? Да он выпить хотел, он вас не любит. Да какая разница? Любит, не любит. Вы должны были просто налить ему, а все остальное я бы сделала сама. Господи, мне 37 лет, а я все в девках хожу. Софья Николаевна, выпейте, дорогая, выпейте, дорогая водички. Софья Николаевна, когда я была учительницей, он меня сюда три раза приводил к старому директору. Да. Виталичек, вытащи ногу из вентилятора. Ты его покупал! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы за кем пришли? Это ты должен сказать, за кем ты пришел. А мы пришли за кем? За ребенком мы пришли. За каким? Девочка, мальчик. Девочка, конечно. Вспомню. Мальчик. Ну, конечно, мальчик. Я же в один раз купал, и там мальчик. Мальчика как-то зовут. Да? Зовут. Зовут мальчика. Сам. Сам? У нас корейское имя. Леша? Холодно. Гриша? Вообще любви. А кто у вас остался? Славик, Виталик, Вика и сторож. Вика сразу отпадает. Сразу это не наш сын. А может Виталик? Холодно. Сторож? Вспомню. Нашего сына зовут Славик. Ну, конечно же, Славик, Славик. Это как Антон, но только другие буквы. Вы определились, да, Славик? Славик, видите? Видите, Славик. Я тебе сколько раз говорила, нашего сына зовут Славик. Я запомнил, Юрочка, все. Какая Юрочка? Ах, Оксана, я Марина. Все-таки надо его меньше бить по голове. как вам не стыдно? Докатились? Софья Николаевна, неужели ради этого вы шли в педагогику? А вы, Альберт Михайлович, как вы докатились? Мне просто надоели эти горшки, яблоки и арбузы. Я учитель изобразительного искусства, а не рыночной мазни. Вы учитель вульгарности и пошлости. А что тебе такого страшного объяснить? Действительно, Альберт Михайлович попросил, а я согласилась. Боже мой, как вы просто об этом говорите. Попросил, согласилась, как будто бы каждый день вас об этом кто-то просит. Ну, это просто обычная педагогическая солидарность. Действительно. Это обычная педагогическая беспринципность. Я, конечно, не ханжа, но такое. Ну, подождите. Наши дети должны развиваться, узнавать что-то новое. Дети? А при чем здесь дети? Ну, как же, все это мы делаем ради детей? Ну, конечно, если вы, пардон, не предохранялись, то дети у вас будут. Причем здесь это? Вы что? Дети, я имел в виду, что дети должны смотреть на это и получать что-то новое, понимаете? То есть, вы это делали при детях? Ну, конечно. Дети должны узнать, что такое настоящее искусство. Да. То есть, вы называете всю эту пошлость? искусством? Позвольте, рисование с натуры это древнейшее проявление изобразительного искусства. Да, и я согласилась быть натурщицей. А литературу вы тоже будете вести голый и классный час. И последний звонок? Прекратите! 11-й Б с таким удовольствием рисовал эти прекрасные формы. эти развивающиеся на ветру волосы, эту лебяжью тонкую шейку. Спасибо вам, Альберт Михайлович. Вы такой мастер, а ваша кисть, ваша кисть, она, она... Прекратите! Мастер, говорите, кисть. Это, конечно, громко сказано, но мне очень лестно, что именно Софья Николаевна согласилась на этот эксперимент. Если честно, я и мечтать не мог раньше об этом. Да что вы заладили, Софья Николаевна, Софья Николаевна, как будто в школе других женщин нет, готовых на все ради искусства. Я... Ну... Ну, позвольте, кто еще согласится на такое? Скажите, Альберт Михайлович, а вам знакомо полотно Рубенса? Знакомо, естественно. Каждый художник восхищается этим гением, но... Никаких но! Я уверена, что следующий урок вам очень понравится. Идемте ко мне в кабинет, я надеюсь, ваша кисть при вас. А как же я? А вы, Софья Николаевна, пойдете к нашему трудовику дяде Мите натурщицей, и с вашей натуры получатся шикарные носки. Идемте. Идемте. Софья! Альберт! Софья! Альберт! Софья! НА КРАИХ! Гурген Георгиевич, а можно вам личный вопрос? Угу. 84. Что 84? Ты хотел спросить, сколько у меня было женщин? 84? Нет. Я хотел спросить, как вы делали предложение вашей жене. Тише, что ты так громко говоришь? Когда я в небе, я холостой. Тем более, при мне не надо говорить о моей жене. Не хочу портить настроение. Ты видел этого ангела, которая спустилась к нам в небес, чтобы сесть в наш самолет и снова вернуться обратно? Для вас, Гурген Георгиевич, каждая девушка ангел. А слушай, что такое говоришь? Это вообще особенный, аппетитный такой. Глаза, как виноград. Видел, да? Грудь, как дыньки, попка, как персик. Гурген Георгиевич, хватит, есть захотелось. Вы не девушку, а фруктовый салат описываете. А что спрашивал про предложение? Что задумал? Я хочу сделать предложение нашей стюардессе Вике. Вау, Вика хорошая девушка. Кстати, в моем списке пока нет еще. Что значит еще? А, в смысле, ее там вообще не будет. Слово грузина. Сказал и забыл. Так, а что ты от меня хочешь, чтобы я благословил вас, что ли? Нет, можете, как вы это умеете красиво сделать, по громкой связи позвать ее к нам сюда в кабину, а я буду в это время на колени стоять и с кольцом. А, конечно, могу. Красиво сказать, это у меня хорошо получается. Я на колени. Только ты как джигит становишь. Да, конечно. Уважаемые пассажири, с вами говорит ваш любезнейший командир борта 458. мы сейчас просим зайти к нам в кабину пилотов самую красивейшую, самую неподражаемую эту стюардессу экипажа любви для получения заслуженного наслаждения. Выходи из-за меня, Вика. Я согласна. Что? Это не вам, это Вике. Ну, вообще-то я Марина, но ты можешь меня назвать как угодно, хоть Анжелина Джули. Вы меня неправильно поняли. Правильно тебя поняла. Это предложение, от которого не отказываются. Пошли. Куда? Пошли. Первая брачная ночь у нас будет на высоте. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Я тебе гарантирую. Женя, иди. Иди. Ну что ж, Викуся, пускай ты в мой список не попадешь, главное не попасть в список Марины. Извините, Стелла Адольфовна, такие пробки. Ничего страшного, у нас все клиенты женщины, мы к этому привыкли. Что сегодня делать будем? Так, мне нужно заменить масляный фильтр и подшипники задней ступицы. Все, сделаем. Виктория, у вас еще записано, что сайлентблок задней балки давно не делали. Будем? Тогда меняем мы это. Хорошо. Вот так. И качка. Ой, ну все, осталось только высушить. Дай у меня пару штрешков и все. Девочки, ну у вас золотые ручки. Ну что, главы для таких красивых клиентов, как вы нам за честь работать. Смотрите, значит, у вас сегодня была замена масляного фильтра, подшипника ступицы и... И педикюр. И сайлентблок задней палки. 850 гривен. Так, у вас карточка или наличная? Муж думает, что я реально ремонтирую машину, дал карточку и пин-код сказал. Прекрасно. Все мужики одинаковые. Вот у нас одна клиентка полгода назад разбила машину, но все равно продолжает к нам ходить. А если вдруг он поймет, что я была не на СТО? Значит так, на этот случай мы оформляем страховку. То есть как? Вот. Вот допустим. То есть я должна это одеть и он меня простит? Нет. Знаете, вдруг он вас спрашивает, где ты была и почему ты так часто ездишь на СТО? А ты раз и показываешь. А это чьи? Да, такая типа, гуся, я не поняла, а чьи трясики? А это что такое? Ох, оформляем страховочку. В следующем месяце у нас будут отличнейшие чехлы для сидушек. Не поняла. Стала иметь в виду, что у нас будет завоз шубы. Поняла. Девочки, у вас лучшие СТО в мире. Спасибо. Распишитесь, пожалуйста. До свидания. Ждем вас всегда. Ну, я поехала. На троих. Вызывали, Надежда Константиновна? Да, Абрам Исаакович, я вас вызывала. Вы, наверное, догадываетесь, почему. Зарплата, аванс, премия. Все три попытки мимо. Вы знаете, Абрам Исаакович, ваши методы преподавания крайне возмутили Николая Петровича, представителя городского отдела образования. А что, собственно, не так? Ну, что не так? Вот тетрадь одного из ваших учеников Изи Гольштейна. Так, так. Пример. Четыре умножить на двадцать пять. Ну, что, это обычная задача? Или для вас она сложная? Нет, но, что самое главное, ответ ученика, а мы покупаем или продаем? Все верно. Эта задача была про доллары. И в результате вы ставите ему двенадцать баллов. Да, все правильно. Человек понимает суть математики. А если он понимает суть, то, поверьте мне, когда надо будет, он все посчитает правильно. А вот Иванов, который тот же пример четыре умножить на двадцать пять и в результате получил сто, у вас почему-то оценен на пять баллов. Да. Он просто консервативен. Слишком. Он не идет в ногу со временем. И поэтому я ему решил поставить эту оценку по старой в пятибалльной системе. Скажите, пожалуйста, Абрамин Сакович, а почему у вас все задачи про деньги? Ну, а про что они должны быть в наше нелегкое время? Я не знаю. Про яблоки, что ли? У меня есть задача и про яблоки. Есть. Есть задача. У Маши два яблока. Одно яблоко стоит 10 гривен. Чищенное яблоко стоит 20 гривен. В сумме 30 гривен. Какой Гэшефт получит Маша, если почистить второе яблоко? Что это? Гэшефт, простите. Это задача со звездочкой. С какой звездочкой? Я вам объясню. Чищенное яблочко очень быстро окисляется. Кто его купит? Правильно. Никто. Извините меня, конечно, Абрам Исаакович. Я вынуждена вас уволить. Что значит уволить? Вы в своем уме? Мои ученики привезли с Олимпиады по математике столько медалей. Это еще вопрос, как они их получили. Задача была привезти медали, они их привезли. Вопрос решен. Пишите заявление. Стойте, стойте. Если вопрос в деньгах, так и скажите. Зачем эти ваши устаревшие методы? Я вам давала шанс и не раз. Я все понял, Надежда Константиновна. Вы и Нобель, и Гитлер в одном лице. Вы не любите ни математиков, ни... Выйдите вон! Извините, Николай Петрович, с завтрашнего дня вы можете приступать к своим обязанностям учителя математики в нашей школе. Добро пожаловать. Очень хорошо. Надежда Константиновна, это вам. Вся сумма полностью можно не пересчитывать. Все-таки перед вами математик. Спасибо. Ой, забыл. Что вы забыли? Диктофон забыл. Какой диктофон? Надежный, кассетный, аналоговый. Я же математик. В наше нелегкое время нужно просчитывать все варианты. Удачи на ваши должности. Абрам Исаакович, подождите, у нас освобождается место физика. Я дам вам дополнительные занятия. Ну не будьте идиотом! Свежие креветки! Свежие креветки! Я говорю, свежайшие креветки! А что же вы орете так? Здрасте. Здрасте. Почем креветки ваши? Ох, недорого. Кто-то тут сказал креветки, да свежие креветки у Светки. Кстати, Светлана. Так, так. Вначале креветки у Светки, а потом от отравления таблетки. Берите мои, мои свеженькие. Женщины, успокойтесь. Здесь все просто. У кого сколько стоит, эти креветки? Мужчина, ну о цене всегда можно договориться. Главное, чтоб товар был свежий. Не то, что у некоторых. Ой, кого ты тут свежий товар? Да до твоей креветки нужно еще людям доплачивать. Тьфу, на них. Что ты плюешь на мои креветки? Они королевские. О, королевские. Они у тебя рабочие, крестьянские. Ай, эксперт нашлась, блин. Вот мужчина сейчас попробует мои креветки и сделает свой выбор правильный. Гляди, не отрави мужчину, а то мужчина может не успеть что-то сказать. Мужчина, здоровье не купишь, берите мои свежайшие. Мужчина, жизнь одна. Попробуйте мои креветки, я еще вам доплачу. Так, а я, знаете что, почти даром, адам, и даже поцелую. А я, мужчина, вам спиночку кремом намажу. А я тогда, знаете что, не только спиночку, но и животик намажу. А я знаю, что мужчине сделаю. Я знаете, что я вам сейчас сделаю? Мужчина, не надо не целовать меня, не мазать и ничего делать. Хорошо, я куплю и у вас, и у вас. Ага, спасибо, спасибо. Свежие креветки! Вот, возьмите. Ага, давай, чуть-чуть. Не, ну это что-то мало, мужчина, а за красивые глаза, а за разговоры нежные. А еще люди, другое дело, берем креветочку, сейчас пакетик достану, сейчас. Я же тебе говорила, а ты, не сработает, не сработает, а? Сто процентный сбыт товара. Так у нас еще пахлавы куча, как ее сбыть? Ничего, жердя идут, сейчас и купят. Пахлава медовая. А моя медовая еще и с орешками. А моя медовая еще и с кунжутом. Пахлава медовая. Моя клава медовая с орешками, с кунжутом. Слушается дело, Бычкова Николая по статье 156-й за то, что он потоптался по женской гордости своей супруги, за то, что осмелился оскорбить ее в грубейшей форме, за то, что этот человек такой... Ну что вы несете? Ну нет такой статьи, я законы знаю. С сегодняшнего дня есть, истица. Мы вас слушаем. Я не могу об этом говорить. Мне больно вспоминать. Больно ей? Кому больно? Ты посмотри, что со мной происходит вообще. Ты с меня сковородкой 64 раза ударила. И это только по вот этой руке. Я про это не говорю. Так, подсудимый, помолчите, пожалуйста, присядьте. И все же, истица, вам нужно объяснить высокому суду, почему вы подали иск на этого человека. Пожалуйста. Он мне изменил! Что? Ну это вообще уже бред. Да не изменял я тебе. Не изменял. Конечно, не изменял. Да она постоянно тебе названивает. Кто это мне названивает? Да и чтоб я знала, кто. Я давным-давно ей пацлы бы повырывала. Один раз я взяла трубочку и услышала этот противный голос. Алло? А это Николай Бычков? А позовите его к телефончику. Мы его тут все заждались. Да не спал. Да не спал я с ней. Понятно? Я так просто ей деньги платил и все. Что? Как? Так просто деньги давали. Так может быть вы, Николай, связались с проституткой? Да какая? Я не знаю, кем она. Она работает в банке. А у нас в банке кредит, если ты помнишь. И вот она названивает мне каждый день. Где деньги, где деньги. Голос, кстати, у нее действительно противный. Капец. Я вообще скрипусь. А еще? Когда ты был последний раз на охоте, у тебя на воротнике помада была. Что, знаешь, последний крайний раз я был на охоте. Да, были на охоте. Мы подстрелили кабанат. 4 центнера, я тут против. Матерый такой, с клыками. Так я его вот так вот, ой, нет, вот так вот на плите нес, кровь капала и вымазала мне воротник. Что тут непонятного? Еще и убийство. Двойная статья. Да какое убийство? Вы давайте тут краски не сгустяйте. Это просто кровь. Ага. Кровь. Да я знаю, что у тебя есть другая. Да с чего ты взяла, ну? А мне подсказывает моя женская интуиция. Ага. Женская интуиция, ну то же у меня улика. Женская интуиция. Что вы там писаете? Неужели вы приняли вот эту вот женскую интуицию за улику? Конечно, это очень серьезная улика. И ваша вина, между прочим, почти полностью доказана. Это беспредел. А еще у меня есть доказательства. Вот. Волосы. А, все-таки подсистили рисотку в ванной, да? Это с волосы твоей мамы. Так, уважаемая тетя, подтвердите, пожалуйста. И давайте заканчивать этот цирк уже. Это не цирк, затек. Это очень серьезное дело. Так, все. Я требую адвоката. Где мой тесть? Он тебе все равно не поможет. Итак, суд оглашает свое решение. Угу. Николай бычков приговаривается двум годам лишения свободы. Ага. Что такое? Ну, это уже вообще. Сговорились, да? Сговорились. Ну, давайте, говорите, что вам надо? Значит так, на выходные посидишь с ребеночком, а я с подружкой пойду, погуляю, в караоке попою. Да все, это я. Я бы на выходные хотел на охоту поехать. Он пусть, товарищ судья, мама наша любимая, тестя моя родная посидит. Мам, А по-твоему, я не человек, да? Я не хочу в караоке спеть свою любимую песню «Гуляй, шальная императрица». Да? Все, короче, ладно. Что, короче, ты сидишь дома с ребенком, а мы в караоке. Обжалованию не подлежит. Идите, волосы свои забирайте тоже. Что это происходит? Женя, я за 20 лет, что я летаю, я ни разу такого не чувствовал. Если бы я знал, что так будет, Гурген Георгиевич, я бы в пилоты не пошел бы, сидел бы себе спокойно в диспетчерской. Женя, если вдруг что, хочу тебе сказать, что мне приятно было с тобой работать. И мне с вами, Гурген Георгиевич, спасибо вам за все. Столько хорошего сделали для меня. Не могу я так. Женя, признаться я должен. Я все это время в твоей сумке контрабанду возил. И сейчас везу. Прости меня, Женя, прости. Я тоже вам хочу кое в чем признаться. Да, Женя. Я знал всегда про контрабанду и всегда перекладывал ее в вашу сумку перед осмотром. Ты что? Ты понимаешь, что меня могли посадить на всю жизнь? Ах так? Тогда, слушай, тогда на Мальдивах это я тебе слабительного подсипал, чтобы ты в карантине провалялся, а я с твоей стюардессой два дня зажигал. Ах так? Я вам тоже кое-что расскажу, Гурген Гаденович. Кто? Это я на вас тогда доклад написал и вас отстранили на месяц от полетов. Так это был ты! Я! Ах ты, шакал! Тогда я! А я! А я! А я! Что, все, прошло? А, это пилот? Так, а что ты? А я... А я пошутил! Я даже развелываться! Пошутил? Да! Так и я тоже пошутил! Да? Да! Классно! И про контрабанду? Нет, про контрабанду не пошутил. О! А что притихли? Так, э... А где весы, кстати, наши? А вот они, не вижу. О! О! Похудела на 300 грамм! Сейчас пойду еще, часик на скакалочке попрыгаю и обеды буду разносить. А? Опять начинается! Да, приезжайте, и было бы хорошо, если бы вы были через минут 15. До свидания. Вызывали? Вызывала. Что? Мой сын опять кому-то дал в морду, да? Конечно, он же самый сильный. Ну да, сильный. Ну, так что? Хуком кого-то срубил опять, да? П-п-пытался? Да понятно. Он же самый сильный. Не зря я его на бокс отдал. А люди еще говорят, что на боксе тупеют. Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! В общем, так получилось, что вашего сына по истечению обстоятельств побили. Ну-ка, повтори. Я говорю, у вашего сына побили. Не сильно. Кто? Кто он? Кто его отец? Я хочу его видеть прямо сейчас. Выживай его, быстро! Это была она. Она? Баба? Девочка! Как? Как? Моего сына могло побить? Баба! Мы же этих баб всегда в кулаке держали. Вот здесь место бабы! Вот здесь! Каких это ты баб в кулаке держал, дрыщ-то лис? Знакомьтесь, это мама вашей обидчицы. Да. Знакомый. Мы с ней в одном классе учились. За одной партой. А, если твой сын еще раз подойдет к моей дочери, то вы будете лежать в одной палате на соседних кроватях. Ты понял меня? Понял, понял. Вот. Отдайте нам, пожалуйста, документы, мы переходим в другую школу. Какую? У нас скоро олимпиада юношеская по самбо и нам хорошие спарринг-партнеры в боках нужны. Так, а мой-то что, мой-то сынок, он же дрыщ, он же слабак. Он, это, пускай во дворе поиграет в песочке. А в каком дворе? А ты вообще где работаешь сейчас? Я, я вообще, это, уезжаю, уезжаю в другую страну. Да? Прямо сейчас! Ах, ты жволочь ты такая! Фух! Алло, милиция? Полиция? Это школа номер 23. Все, отбой, сами как-то разобрались. Благодарю. А не, повисите секундочку. Звони ментам. Извините. Ментам! Это в рай! Все-таки иди и скорее. Матрарик Добрый день! Здрасте! Девушка, я требую вернуть деньги за ваши таблетки, они нам не помогают. А какие именно таблетки вы у нас брали? Мы брали все таблетки для похудения из вашей аптеки, они нам не помогают. А вы их употребляли до еды или после? Вы знаете, чего я только с ними уже не делала. И до, и после, и вместо, и в холодец, и в борщ. Они нам не помогают, я вам говорю. Странно. О-го! Вот где ты ходишь? Я в лифте застрял. Я тебя просила, чтобы ты ездил в грузовом лифте. Я в грузовом застрял. Вот видите, девушка, это все из-за ваших таблеток, а мы целый год на ваших таблетках. А может быть, попробуйте такие? Мы пробовали 10 упаковок. Мы их даже с чаем для похудения пили, они помогают они. А вот такие? Ну, эти вроде нет. Ну, как же нет? Ты их всегда на торт выкладываешь для украшения. Может, такие? Девушка, да мы все ваши таблетки перепробовали. Мы их едим килограммами и ничего. Ах, килограммами? Угу. А, ну, тогда понятно. Одну секундочку. вот самое новомодное средство в мире диет. Такое вообще не ведет. Я не веду. Это вам. А это вам. Одеваете и носите где-то 4-5 месяцев. Снимаете только три раза в день, когда хочется попить водички. Ага. Послушайте, а ночью? А ночью не снимайте. Ночью особенно. Ну, ладно. Оформляйте. Дай карточку. Две с половиной тысячи за четыре штучки. А почему четыре штучки? Нас же только двое. А это на тот случай, если вы первые две съедите. Вот, вот. Успокойся. на троих. Большое спасибо, товарищ судья, за то, что посадили вот этого ужасного человека в клетку. Потому что он мне всю жизнь испортил. Вика, ну что ты несешь? Это же я. Я твой законный муж. Девушка, ну уже все хорошо, вам ничего не угрожает, вы не переживайте, главное. Говорите. Так вот, я хочу сказать о том, что он издевался надо мной последние 12 лет моей жизни. Ну это же вообще бред, мы здесь женаты 10 лет всего лишь, замолчите. А до свадьбы ты надо мной не издевался? Так вот, последние 12 лет я, можно сказать, была у него в рабстве. да, он морил меня голодом. Ничего себе. Ну вот это уже наглая лоз. Да каким голодом я тебя морил, но? Я каждую неделю говорила, пойдем сходим в ресторан, я так хочу в ресторан, отведи меня в ресторан. Он говорит, нет, наверное, хотел, чтобы я с голоду умерла. Это подсудное дело? Короте, мы кусали дома, прием кусали то, что она готовила, а готовит она, если тесто, ну полное говно. Коля! Я вообще должен на нее в суд подать за попытку отравления. Молчите, ответчик, вам слова не давали. Продолжайте, гражданка. А еще все 12 лет он хотел, чтобы я замерзла. Вот это уже наглый поклеп, мездопротим. Хотел, чтобы я умерла от холода, потому что последние 12 лет я хожу зимой в какой-то баллоневой курточке. Не в какой-то, а в югославской. А видите ли, потому что он не может мне купить шубу. Вот козел, ну. Вот за вот это вы и все ответите, товарищ судья. Это, мездопротим, оскорбление личности. Не личности, а тебя. продолжайте, пожалуйста. А еще он запрещал мне видеться с родными. Что? Ну, это вообще уже какая-то ерунда. Да, ты так и говорил, чтоб ноги твоей матери больше не было в нашем доме. да еще назвал мою маму старой ведьмой. Ах, так. Ну, это я любя. Ага, ага. Так. Ну, хорошо, суд готов вынести приговор. Так, суд постановляет Николая Бычкова признать виновным и избрать меру пресечения смертную казнь на электрическом стуле. Ну, что за бред вообще? Идиотизм. Да у нас отменили смертную казнь давно. Короче, ладно, все, давайте, заканчивайте этот свой беспредел. Все вы хотите от меня, обе, а? Говорите. Так, каждую неделю поход в ресторан, шубу. Я переезжаю к вам жить. Да. Ну, не знаю. Ну, что ты не знаешь? Ну, не знаю, может мне электрический стул лучше выбрать? Вот меня как подзарило. Коля! Ладно, давайте, что вы там хотели? Шубу. Полусубок. Ресторан. Ладно, сходим раз в Макдональдс. И я переезжаю к вам жить. Только частями. Сами знали, кого выбирали. Так, что, выпускайте меня, беспредельщиты. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Идиот. А я не скрываю, между прочим, дебил он и есть дебил. Такими-то жить можно во все с ума сойти. на краях. Вот скажите, пожалуйста, вам удобно сидеть на табуретах на вашей кухне? Да, спасибо, очень удобно. О! А вот мне на первый урок вставать неудобно. Поэтому либо верните табуретки, которые я сделал, либо меняйте мне график. Ну, во-первых, это сделали не вы, а дети. Во-вторых, вы их продаете, а это уже дело подсудное. А в-третьих, что вас, собственно, не устраивает? Понимаете, я человек употребляющий и утро у меня всегда занято. Чем это оно у вас так занято, дядь Митя? Похмельем. Похмельем у меня занято. У меня первый урок в 8.30 и похмелье в это же время. А две головные боли одновременно я не потеряю. Шо? Шо? Здрасте, дядь Митя. здорово, здорово. Садись, это надолго. Садись, садись. Вот, пожалуйста, поговорите с Виктором Петровичем. У него, кстати, седьмой урок, последний. То есть, вы хотите, чтобы я поменялся с первого на седьмой? Чтоб дети не только про труд забыли, но и про спорт, да? Ну, вы сами сглупили Надежды Константиновны. У него первый урок, у меня последний. Вы представляете, сколько нам времени для раздолья вы сделали? Со второго по шестому уроку. Ну, и такого графика ни одна печень не выдержит, я вам отвечаю. А может быть, вы просто не будете пить? Сусли. Сусли, да вы, да вы понимаете, что вы такое из-за этого несете? Вы же ломаете систему устоявшуюся. Не отбирайте вы у учеников в детстве. Ну, допустим, вот выпустятся дети с школы. Пройдет пять лет. Приедут они навстречу выпускников, и какие истории они будут рассказывать? Как вы в двери застряли? Не бывает истории про трезвого физрука и трудовика? Не бывает. Так что, пожалуйста, не отбирайте у детей светлые воспоминания. вас прошу. А вы знаете, я решила, я избавлю детей от вас. Вы уволены. Оба! Ай, спасибо! Ай, спасибо! Спасибо. За что спасибо, идиоты? За то, что у нас теперь появился прекрасный повод. Ну, вот такое. Но, если вы передумаете, звоните ему. Мой телефон в ломбарде. А мы в столовой. Взял? А ты. А? Все. А кто не пьет? Ну, где мы, бедемые даже помощи. Действительно. Кто не пьет? Ах, 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 здравствуйте. Здравствуйте. А ха-ха! Да что вы так орете? Что я не причесалась? Это с утра? Нет, нет, вы тут ни при чем. Я просто всего боюсь. Ой, вы знаете, я тоже такая трусиха. Честно говоря, боюсь пауков, высоты, плавания. Ого, орете как. Видите, всего, всего, всего боюсь. Я поэтому к вам и пришел. Да я вижу, что запущено у вас. Ага, ага. Скажите, может быть, у вас есть лекарство для храбрости? Для храбрости есть одно. Правда? Очень хорошее средство. Вот. Берите, берите. А оно поможет? Очень поможет. И главное, верьте в себя. Верьте. А? Чувствуете? Прилив сил, уверенность. А? Уже... Вот уже прямо чувствую. А ну-ка проверим. Паук! А? Высота! А? Коммунальные тарифы? А? Вот этого чуть-чуть еще побаиваюсь. Этого я тоже боюсь. Ага. И... А и все. А так вот оно... Ох, как! Да? Да! Ну и все. Спасибо вам! Вперед! Спасибо! С цикля. Да идите вы с вашими побочными эффектами. Знаете куда? Вот туда, откуда они у вас появились. Что? Девушка, здравствуйте. Здрасте. А, это вы? Это я. Ага. Дайте мне еще этих таблеток для смелости. Скорее сюда идет моя жена. Скорее. Пожалуйста. Не открываются. Ничего ему не продавайте. Так, а я же обязана помогать людям. Каким людям? Это мой муж. Бывший муж. А? Да, а ты моя бывшая жена. Я подаю на развод. Ты надо мной издеваешься. Ты меня третируешь. Ты! 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 Это ты продала ему лекарство от страха, а? Да ничего я ему не продавала. Просто дала аскорбинку. И сказала, чтобы он в себя поверил. А он поверил. Поверил и перестал бояться. Аскорбинку? Ну, да. Так это... Так это... Мариночка, прости меня, пожалуйста. Я так больше никогда. Никогда. Прости меня, пожалуйста. Дома поговорим. А вы, девушка, дайте мне бинт, пластырь и две банки йода. Зачем? Я тебя научу опять бояться. Пошли домой. А может, не надо? Надо. Я тебя вылечу. Пошли. Эх, вы, аскорбинка, аскорбинка. Стикли. Шалом. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Мы хотели бы воспользоваться услугой денежный перевод. Вы хотите отправить сумму или получить? Мы хотим получить сумму. Но надо отправлять. У меня дедушка заболел. Мы бы поехали сами, но это троюродный дедушка. И сами понимаете, что он нам ничего не оставит. Правда, милая? Да. Поняла. Какая сумма? С какой целью интересуетесь? Чтобы указать в декларации. Эти что, деньги обкладываются налогом? Нет, но я должна указать сумму перевода. Мы хотели бы отправить 500 долларов. Да, очень хотели 500, но отправим 200. Я думаю, даже 150 миллионов. Или 100. Как хотите. Мне, в принципе, все равно. Но учтите, что чем меньше сумма перевода, тем выше процент комиссии. Не понял, поясните. Со 150 долларов комиссия будет 10. Скажите, пожалуйста, а если мы отправим 100 долларов? Получается 8 долларов. Поэтому выгоднее отправлять большую сумму. Подождите. А этот процент может оплатить принимающая сторона? Да. Ну вот, в таком случае выгодно отправлять меньшую сумму. Чтобы вы мне не морочите голову. Хорошо. А скажите, а если мы передумаем, мы можем отозвать свой вклад? Да. Пока та сторона не придет в банк и не заберет деньги, вы можете отозвать сумму перевода. Я думаю, что этот старый передун уже сидит в том банке и ждет наш перевод. Ну, я тоже передумаю. Вы, простите, отправлять будете или нет? Будем. У меня пришла идея. Записываем меня. Включила? Да. Дорогие наши родственники, мы так переживаем за нашего дедушку, что отправляем вам 500 долларов в США, наши кровненькие. Если придет меньшая сумма, все проблемы к этому банку. Вы, извините, пожалуйста, но в переводе будет указано, что там 150 долларов. Какой-то плохой у вас банк. Скажите, а можно... Нельзя. Вы будете что-то отправлять или нет? Будете что-то передавать? Передайте дедушке привет. Всего доброго. До свидания. Ой. Где мы за деньгами нам еще понадобятся? Она хочет нас развести на какие-то проценты. Меня. На троих. Ну так что, Марина Францовна, будем признаваться? Я тебе уже сто раз говорила. Я ничего не знаю. Жаль. А чистосердечное признание могло бы облегчить вашу вину. Хотя откуда у вас сердце? Выпусти меня отсюда, придурок. Еще раз назовете меня придурком, я вам впаяю оскорбление при исполнении. Хорошо, хорошо. Выпусти меня отсюда, идиот. Ну? О, знакомые лица. Здравствуйте, Марина Францовна. Привет, Алеш. Что на этот раз? Ой, как всегда. Полюбуйся. Кража с отягчающими обстоятельствами. О, а что конкретно? Украла личную вещь с целью разрушить семью. Так что она украла, я не понимаю. Во. Ты чего? Украла обручальное кольцо. Да кому надо твое обручальное кольцо? Вам-то может и не надо, но мне лично мотив понятен. Вы накрутите мою жену, чтобы она подумала, что я ей изменяю. А это невозможно. Совершенно верно. Моя жена пойдет, подаст на развод, и сбудется ваша розовая мечта, мама. Да. Саня, слушай, а как она могла украсть ей кольцо, если ты его вчера перед стрип-клубом в ломбард сдал? Каким стрип-клубом? Ну, мы вчера отмечали повышение полкана. Ну? Пошли в стрип-клуб. Ага. Денег у тебя не было, ты его сдал в ломбард. Вот квитанцию мне дал на сохранение. Блин. Долго я здесь буду сидеть еще? Как-то неудобно получается, я уже дело завел. Дело. Тебе сколько надо времени, чтобы кольцо выкупить? Да пару часов. Пару часов, пару часов. Это мелкая хулиганка. Ай-яй-яй-яй, Марина Францевна. И не стыдно вам писать в фонтан возле кукольного театра? Опять мокроху шьешь, начальник? Так не получится. Спасибо. Я побежал. Давай. Марина Францевна, мама. А что фуражку снял? Я еще жива, одень. Мам, одолжите мне 500 гривен. 500 гривен? Сейчас. Саня, Саня, Саня. Мы все равно все от руки бежим. Ну где же она? О, нашел. Как же тебе стыдно у детей брать воду. Оставь мне. Давай. Хорошо. Добрый день. Здрасте. А что это у вас здесь происходит? А мы проверяли шкафчики детей на предмет опасных предметов. Ну, и нашли что-то опасное? Значит, я, как представитель службы без опасности, официально заявляю, все чисто. Ага. Относительно. До меня дошли слухи, Виктория Сергеевна, что вчера вы здесь праздновали день рождения Смирнова. Да, что-то не так? Что-то не так. Что было на столе? Конфеты. Я конкретизирую вопрос. С чем конфеты? С коньяком. Да вы с ума посходили? Детям давать конфеты с коньяком? Вы бы еще с пивом или с водкой придумали купить. А я, кстати, узнавал, но, к сожалению, такие не производят. Кстати, деткам конфетки очень понравились. Зашли вот так. Я за второй коробкой бед. Да прекратите вы. Что еще было на столе? Детское шампанское. По моим слухам, оно было обычное. Ну, что-то, для конфеток с коньяком оно идет как детское. Четыре оборотика. Хорошо, все. На увольнение вы оба наработали. Последний вопрос. С чем был торт? С кремом и орешками. Еще чем? Со сгущенкой. Вы забываете о самом главном ингредиенте этого торта? Стриптизерша. А когда я стриптизерша танцевал, то дети уже спали и никто ничего не видел. Ну, а кто-то, конечно, не спал и все видел. Да хватит! Завтра вы празднуете день рождения Коли Беньковского, правильно? Да, мы все узнали и больше такого не повторится. Что значит не повторится? А я уже с методистом собралась прийти на это ваше мероприятие. И чтобы было все так, как было вчера, ясно? Хорошо. Организуем. Я думаю, что стриптизерша это вчерашний день. Пусть из торта выпрыгнет стриптизер. Сделаем все по первому разряду. Будет завтра. Задача ясна? Задача ясна. До завтра. До утра. Ты говорила, директриса узнай. Ты говорила, не надо ничего бояться. А вот я бы на твоем месте боялась бы. Директриса наша, женщина незамужняя. И когда она выпьет, то вспыхивает. Понимаешь? Тогда знаешь что? Тогда стриптизера лучше заказать два. С продолжением. А я на больничный. Все у меня не отслабило. У меня тоже не было, не было. Надежда Константиновна. Ой, простите, я помешала? Я зайду в другой раз. Нет, нет, нет. Суфь Николаевна, заходите. Вас это тоже касается. Меня? Да. Касается всех. Потому что каждый год выпускной в вашей школе превращается в ЧП районного масштаба. Я хочу в этот раз лично убедиться, что все пройдет чинно и благородно. А не как в прошлом году. Надежда Константиновна. Когда к вам съехались все городские наряды. Милиции, пожарные и журналистов. Но мы уже уволили физкультурника. Но мы уже уволили физкультурника. Это не вы его уволили. А мы его закрыли на три года. Я прошу прощения. Просто в прошлом году был очень сложный класс. Да. И физрук был его классным руководителем. Это я в курсе. Потому что все его ученики тоже попали к нам. И даже девочки. Но это же хорошо. Неизвестно, что было бы с ними на свободе. Олег Петрович, я вас уверяю, что в этом году выпуск будет спокойным и благородным. Да, согласна. Это потому что в этом году выпуск хороший? Нет. Это потому что в этом году мы собрали больше денег. Софья Николаевна, у вас есть какие-то предложения по проведению выпуска? Да, да. Мне кажется, чтобы наш выпускной не превратился в какое-то скучное застолье, нам необходимо сделать какие-то конкурсы. Прекрасно. Я даже разрешаю взять спортивный инвентарь из спортзала. Ага. А в завершении вечера мы выпустим голубей. Боже. Это будет так романтично. Олег Петрович, поверьте, что выпуск в этом году в нашей школе будет самым спокойным, самым благородным. Посмотрим. Ну, я же вас просил. Я умолял. Ну, пардонте. Что вы за люди такие? А ты кто такой? Ментяра погана. Тихо, Надежда Константиновна, вы не в школе. А ты вообще рот закрой, Росомаха. Что? Иди сюда и через глаз... Я тебе сейчас ноги повыдергиваю. Тихо! Я тебе сейчас ноги повырываю. Давайте, наконец, проясним, из-за чего началась драка. Из-за танцевального конкурса. Вы что, подрались из-за конкурса? Нет, из-за приза. Или приза. Боже мой, я филолог по образованию. Моя хрена с ним. Короче, из-за бутылки шампанского. Вы же хотели устроить романтичный выпускной. Да все было капец, как романтично. Пока шампанское не закончилось. И в чем связь? А связь в том, что потом мы перешли на водку. Понятно? Да. Ясно. Скажите, зачем вы жарили голубей на глазах у детишек? Потому что ресторан долго не нес горячее. Да. А зачем вы их жарили живьем? А потому что, потому что, когда голодная, очень агрессивная. Понятно? Понятно. Вы можете мне объяснить, в конце концов, драка из-за чего началась? Не из-за чего, а из-за кого. Из-за вот этой глупой нерпы. Подрались физкультурник и трудовик. И в результате она досталась самому сильному физкультурнику. Физкультурнику. А зачем надо было на школьном автобусе в реку въезжать? А потому что нам стало жарко в автобусе. Понятно? А, да. И мы все единогласно решили, что нам надо скупаться. Скупаться. А что это за наезды, начальник? На нас что тут? Телеву кто-то накатал, что ли? Нет. На удивление, никто из родителей заявлений не писал. Ну, это и понятно. Мы же им еще аттестаты не выдали. Кстати, где аттестаты? В автобусе. Товарищи начальника, отпустите нас, пожалуйста. Ну, откуда я вас сейчас отпущу? В автобус. В автобус? Ты что такой борзый? Креница. Что у тебя выпускного не было никогда? Или я тебя от ментуры не отмазывала, нет? Или я тебя не вынимала из-под химички, когда ты кричал, тетя, никогда не надо! А? Когда ты голый. Ладно, 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 ладно. Идите. До встречи через год. Как обычно. То-то же. Сусть Николаевна, разрешите пригласить вас в свой кабинет на бутылочку айс? Что ж вы молчали, что у вас есть бутылочку? Мы бы из-за этого и не подрались бы. Или не подрались? Боже мой, я филолог по образованию? Да пошли ты, у меня есть торты или порты. Какая разница? Главное, есть. Что же это? Каждый год одно и то же. На троих. Ваша честь, мы, как потерпевшая сторона... Слышь ты, по тебе и сразу видно, что ты потерпевший. Я вообще-то его первый раз в жизни вижу. Девушка, успокойтесь. Истец, продолжайте, пожалуйста. Наш автосалон, как потерпевшая сторона, просит удовлетворить иск. А, так ты не удовлетворенный! Чего ж ты сразу-то не сказал? Ну, идем, я тебя удовлетворю. Чего мы к этой бабе пришли, я не понимаю? Девушка, я сейчас вас удалю из зала суда. А мы с вами не друзья на фейсбуке, что вы меня удаляли. Я вас удалю за неуважение к суду. Ой, напугали блондинку перегидролю. Ладно, пусть продолжает. Мне прям интересно, что он там скажет. Успокойтесь. Истец, продолжайте, пожалуйста. Мы требуем удовлетворить иск о нанесении материального вреда. Воу-воу, стопочки! Во-первых, вы не указали, где педаль тормоза, где педаль газа. Во-вторых, вы так плотничком эти машинки поставили, шо это ваш? Чисто правтык. А в-третьих, шо я там помяла? Материальный ущерб нанесен автомобилем Porsche 911, Lamborghini и Maserati. Знаете шо? А я, между прочим, не уверена, что до меня они были не помятые. Да это салон, там только новые автомобили. А сейчас будут разные. Девушка, вы помяли самые дорогие машины в салоне. А вот будешь орать, тебе и лицо помнут, понял? Истец, что вы требуете? Мы требуем материальную компенсацию в размере 500 тысяч долларов. Слышишь? Истец, и в рифму. А ты с ноликами не ошибся, не? Я, между прочим, деньги зарабатываю, они с неба, они мне падают. Понял? Так, девушка, успокойтесь, пожалуйста. Все, суд готов вынести приговор. Иск удовлетворен на 5 долларов. На 5? Ну, хорошо, на 10. Ну, знаете, я этого так не оставлю. Мы будем подавать апелляцию. Да иди там делай свою депиляцию. И не забудь указывать, где газ, а где тормоз. Вы представляете, девушка, я хотела купить у них в автосалоне машину, так они мне скидку зажали. А, а ты красава. Ну, а с вас 5 тысяч за неуважение к суду. С чего это? 6. Слышь, Каза, ты сейчас это самое нарываешься? Ах так, 7. Да что за беспредел? Давай побазарим с тобой, как баба с бабой. 8. Ладно. Вот вам десяточка для ровного счета. Значит так, ты овца и курица. Так, обед — это святое. Что такое, дядя Митя? Если ты по поводу сиесты между уроками, то я против. Видишь? Сама на рабочем месте трапезничаю. Вижу. Вы еще не в курсе, что случилось? Ну, у меня две версии. Либо недопил, либо перепил. А, есть еще третье. Выпить не с кем. Одешь твой дружок, физрук, а? Все. Нету его. Как это нету? Я его не увольняла, хотя есть за что. Умер свисток, умер. Кто? Ну, Виктор Петрович, физрук наш. Дядь Митя, это уже не смешно. Это не смешно. Подожди, я ему позвоню. Связи нет. И не будет. Нету там связи. Связи. Дядь Митя, ну не убивайся ты так. Не убивайся. Ну как же ж мне не убиваться, а? Ты ж друг мой. У меня же трубы душа болит. Помянуть бы человека, а то не по-человечески как. Конечно, конечно, я... Да, да, да. Давай помянем, конечно. Какой был человек? Ну, хороший человек. Очень хороший. Он же в магазин быстрее всех бегал. Понимал меня. Да мы с ним... Дядь Митя, а что случилось? Что случилось? Упал с каната. Сорвался. И прямо на козла. И пополам. С какого каната? На какого козла? Он же в отпуске. Правильно? Жена закрыла нашего птенчика на балконе. Он полез вниз по канату. Сорвался, упал. А внизу козел какой-то бегал. И рогом. Прямо в позвоночник ему. Какая жена? Он же убежденный холостяк, дядь Митя. Ну вот как обидно, представляете? Только женился и сразу такое. Как женился? С горя женился, Надежда Константиновна. Да он же в вас был влюблен. Все время говорил. Да и в этой сраной школе только из-за наезжей Константиновна. Какая она хорошая женщина. Как она переживает у нас. Как она про нас их думает. Кстати, по этому поводу предлагаю. Давайте, давайте, давайте. За присутствующих звездам. Не чокаюсь. Ну и за друга моего. За физрукан. Физкульт, привет. Вернулся с отпуска и готов приступить к обязанностям. О, Господи. Оба-на, дядь Мить. А что, пока меня не было, ведьма разрешила пить в ее присутствии? Души не чаял, говоришь. Умер, говоришь. Кто умер, дядь Мить? Ты умер. Он тебя похоронил. Говорят, что ты с каната упал. Да прямо на козла. А перед этим взял и женился. Ну, теоретически же. Ага. Ну, гадина. Вот я тебя точно убью. Беги, дядь Мить. Убью и помяну. Беги, как я учил, дядь Мить. Помилуй тебя, ну что ж. А мы дома и к тебе. Где ты тут при чем? Я с отпуска вернулся. Прекрасное начало едовой недели. Слышь, мужик, а ты что делаешь? Работаю. А? Не жарко тебе работать? Что там? Туч не видно? Не видно, мужчина. Отойдите, не мешайте. Слышь, а завтра дождь будет? Так, я что теперь? Гидрометцентр? Откуда я знаю, будет завтра дочь или нет? Не мешай. А? Семок будешь? Какие семки, мужчина? Я отвечаю за безопасность на воде. Не мешайте мне работать. Понял. Пивка? Так, ешкин. Да ты не боись, мужик. Я угощаю. Слышь, мужик, а на пляже рыбу какую лучше покупать? Сушеную или вяленую? Слушай, ты достал мне всякую ерунду спрашивать. Не видишь, я на работе. В любой момент человек тонуть может начать. Ну да, ну да. А он на это и рассчитывает. Да, зятек? Мама? Ты думал, ты меня с лодки сбросил и все? Так я же вам это, весло подавал. Да. Я это чувствую до сих пор. Может, вам помощь нужна, женщина? Нужна. Хватай-ка его за руки, за ноги и пойдем топить. Нет, 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 нет. Мама, куда? Не надо, мама. Не надо. Хуже, что смотришь? Ты спасатель, спасай меня. Женщина, но не на моей смене. Дождитесь уже окончания. На троих. Так, где же? Так, где же? Черт. Нет. Не тут. Не тут. И не тут. И не тут. Вот. Софья Николаевна, почему я вас не могу дождаться? У нас же совещание. Надежда Константиновна. Не время. Не время на совещание в школе ЧП. Что случилось? Ну, пока еще не случилось, но может случиться, если мы не примем меры. Так, растолкуйте мне, что к чему. Скоро выпускной. Правильно? Правильно. А мне мой информатор сообщил, что старшеклассники занесли в школу ящик с коньяком и где-то спрятали. Ну, а почему вы решили, что это именно в учительской? Потому что именно в учительской мы бы с вами не искали. Ну да, в школе много укромных мест. Библиотека, подвал, туалет, в конце концов. Но нигде нет. Я даже в мужской туалет заходила, но... А, да, задача со звездочкой. Я думаю, с тремя неизвестными. Может быть, вызовем собаку с милиционером? Зачем собаку? Не надо собаку. Вызовите ко мне трудовика. Трудовика? Угу. Хорошо. А-а-а! Поняла. Ищи. Тихо. 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 Не дышайте. Не нюхайте. Здесь нюхаю только я. Здесь нет. Опа! Дядь Мизя, это то, что осталось со дня учителя. Нет. Ищите еще. Не то. Задета профессиональная гордость. А-а-а! А-а-а! Но, дядя Дмитрий, и что это такое? Это у географа в глобусе, это у остроома в телескопе, это биологичка в озон зарыла, это Софья Николаевна у вас в Пушкине, а вот это... Неважно. Мы тебя просили найти ящик коньяка, который старшеклассники спрятали. А ты что нам припер? Все, да-да, тревога двой. Этот злополучный ящик давно найден и уничтожен в веселой обстановке. На краях Здрасте. Здрасте. А вы чего в шлеме и бронежилете? Первый день за рулем? Только что-то я буквы У не вижу. Слышь ты, юморист, мне не до шуток. У меня такое ощущение, что меня убить хотят. Серьезно? А что вы тогда на СТО приехали? Чтоб ты мою машину посмотрел. Мне кажется, что там взрывчатка. Не-не-не-не-не, взрывчатку я искать не буду. Вам в полицию надо. Какую полицию? Ты видал, что они со своими машинами делают? Чтобы я им доверила свою жизнь? Да не в жизнь. Ну, тут согласен. А с чего вы взяли, что у вас взрывчатка там? Да зять мой зараза, сегодня утром так говорит. Хорошего дня вам, мама. И так ехидно улыбнулся. По-любому что-то сделал. По-моему, вы себя накручиваете. Ой, я его как облупленного знаю. В прошлый раз, когда он меня мамой назвал, он на огороде к шлангу электричества подключил. Понял? А, такой у вас зять. Ладно, посмотрим, что там за взрывчатка у вас. Уж посмотри. Ой, дядя. Ну что там? Все в порядке. Никакой взрывчатки там нет. Он мне колесо подкрутил, чтобы я на повороте в дерево врезалась. Я все четыре колеса проверил. Все в порядке. Ничего не откручено. Точно. Он мне тормоза скрутил. И тормоза в порядке. Я все проверил. Можете ехать спокойно. Что же он имел в виду, а? Язычок. Мама! Что за беспредел? Вы зачем меня похитили? Чтоб ты мне ответил, что ты имел в виду, когда говорил фразу «Мама, хорошего вам дня». Мама, я вам желаю хорошего дня. Ну а если вы такая, то пусть у вас колеса подкручиваются. Пусть у вас тормоза откажут, что вас сердце взяли. Гады! Узнаю своего зятька. Так если он ни при чем, чего вы не отпустите? Да я хочу убедиться, любит он меня или нет. Вот у меня был кот, так я его вывезла за 40 километров. Но он домой пришел. Сдох на пороге, правда. Но пришел. Ну, спасибо тебе, что посмотрел. Да пожалуйста. Знал бы я, что она такая, сам бы ей что-нибудь отвратил бы. Держись, мужик. Держись. Ух! 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 Ты, Зятёк, вообще из ума выжил? Грожданочка, женщина, потише, пожалуйста. Мы работаем. Здесь я вам не Зятёк, а лейтенант полиции, и вы находитесь в полицейском участке. Угу. Тебе до полицейского, как мне до Мэрлин Монро, кстати, мне ближе. Да. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я тебе дома таких бамбулей выпишу, что ты забудешь, где ты работаешь, и что ты полицейский. Ты понял, нет? Так, пиши. Угрожала работнику полиции физической расправой. О, женщина, вы уже на два года себе наговорили. А ты вообще рот закрой. Я ещё накатаю жалобу, что ты у меня под Новый год два бутыля помидор украл. А доказательства у вас есть? Есть твоя СМС, где ты меня благодаришь. А ещё на День милиции три напишу. СМС-ку надо удалить. Так, хватит, хватит. Значит, сейчас мы проведём досмотр личных вещей гражданки на наличие наркотических и психотропных веществ. Чего? Итак, у нас сегодня пятница, а завтра у нас выходной. А дача у нас одна, и шашлык с рыбалкой должен победить посадку картошки и лука. Ну ты про дачу-то не пиши с картошкой. А про лук? Просто напиши пятница, число, дата, подпись. Ну что ж, перейдём к досмотру личных вещей. При задержании у гражданки было обнаружено два килограмма белого порошка. Это мука! А эксперты выяснят, мука это или не мука. Тем более наши эксперты докажут, что это мука совсем не мука. Это мука-муха! Так, также был обнаружен пакетик с травой. Это чай я тебе купила на дачу. Вот тут эксперты и сделают заключение, чай это или не чай. Козёл. О! Также обнаружена металлическая банка с надписью «Зелёный горошек». О! Это и есть зелёный горошек! Я хотела оливье приготовить, тебе угодить! Тьфу на тебя! Женщина, ну вы же не эксперт. Откуда вы можете знать, зелёный горошек там или не зелёный? Ну, в принципе, я думаю, этого достаточно. С головой. Всё? А две бутылки водки где, а? И два бутыля помидор, которые я покупала, где? При досмотре в сумке больше ничего не обнаружено. Подтверждаю, сумка пустая. А ну-ка зови своих экспертов, пока я вас тут не поубивала! О! Эксперты у нас до трёх работают? К сожалению. И на работу они приходят в понедельник. Это в лучшем случае, если они не будут пить с нами на рыбалке. А как не пить? Это такие помидорчики. Ну что, вроде всё. Можем выдвигаться. Пойдём. Наша служба опасная. Чтоб вам молния в спиннинге ударила, гады вы! А-а-а-а! А думался, оборотень? Не-не, мы подумали, вам что-то в выходные сидеть, вот покушать. Мука, чай, горошек, ну, чем богатый. Чтоб тебя сон съел вместе с моим зятем, проклятым! Фу! А-а-а! А-а-а! На троих! А-а-а, госпожа судья, можно побыстрее? А вы не мешайте суду работать. Продолжайте, пожалуйста. Ну, госпожа судья, долго там ещё? А чего вы сбиваете судью? Она сейчас вот примет неправильное решение, и всё. Пускай ознакомится со всеми материалами дела. Ну, госпожа судья, всё. Суд закончил считать, ой, извините. Суд закончил рассмотрение дела, и пришёл к выводу, что доводы господина Крутенко выглядят более весомыми. То есть, земля моя? Да. Минуточку. В таком случае, я хочу приобщить к делу вот эти, так сказать, документы. Я протестую! Протест отклоняется. Документы приобщены, и земля в центре достаётся господину Иванину. Я бы хотел приобщить к делу ещё очень важное вещественное доказательство. Вот этот драгоценный металл. Ну что ж, чаша весов явно на стороне господина Крутенко. Одну минуточку. Раз пошёл такой суд, я бы хотел приобщить, так сказать, к делу вот эти драгоценные камни. Угу. Угу. Итак, беспристрастная Фемида постановляет, что дело выигрывает господин Иванин. Секундочку. Приобщите, пожалуйста, к делу вот эти документы, подтверждающие собственность островом на Мальдивах. Тогда земля, конечно же, застаётся господину Крутенко. Я вас очень прошу, секундочку. Давайте приобщим к делу вот этот новенький Порш. Ну что ж, господин Иваненко, я вас поздравляю, земля... Ну что ж, давайте уже приобщим к делу и этот Гелендваген, и BMW X5, лёгкое БУ. Не знаю, что вы себе позволяете слушать. Зато хороший тюнинг. Прошу вас. Ну вот, снова Фемида на стороне господина Крутенко. Секунду. Золото. 999-я проба. Пожалуйста. Пожалуйста. Господа, у вас ещё есть какие-нибудь материалы, чтобы приобщить их к делу? А, есть. Вот, обручалочка. Пожалуйста. Неплохо, конечно. Теперь суд готов вынести решение. Рассмотрев все материалы дела и приобщив их к делу, постановляю передать землю государству. Как государству? Что тут происходит вообще? Поскольку я представитель закона, значит, государство – это я. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. На краях. Это из-за тебя, алкаша, она нас сюда вызвала. Нет, мама, это из-за вашего метода кнута и пряника. Вы же все пряники съели, а ребёнку только один кнут остался. А ты что оставишь ребёнку, кроме пустых бутылок? Максим, нужно было сходить в обычный горшок, а не в горшок с цветами. Ладно, главное – закопайте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы папа и бабушка Вадика? Ну, папа – это с натяжкой, можно сказать. Так, сожитель. Мама, это вы сожитель, не забывайте. Я вот хотела с вами серьёзно поговорить и задать несколько вопросов. Кому, Виктория Сергеевна? Кому задать вопросы? Человеку, который променял собственного сына на бутылку, все вопросы задавайте мне. Правильно. Все вопросы вот к этой женщине, которая живёт в нашей квартире, в наших комнатах и мешает нам жить. Вот как раз об этом я и хотела поговорить. Ваш конфликт, он влияет на воспитание Вадика. Во! Посмотрите, как Вадик нарисовал вашу семью. Интересно. А что, прекрасный рисунок. Мама, Вадик, папа и какой-то крокодил – литературный герой, да? Какой литературный герой. Это же вы, мама. Вот, написано – бабушка. Это крокодил. Да какой крокодил. Кстати, а вы тут неплохо получились. Вы не хотите фотографию в паспорте поменять, потому что вы здесь лучше выглядите. А я бы на вашем месте не радовалась. Вы знаете, какой стишок прочитал ваш сын на детском утреннике? Откуда он знает? Что там бывает? Боже мой, это я бываю. Читайте. У меня была всегда распрекрасная семья. Дослушайте до конца. Мама книжки мне читала, бабушка цветы сажала. Ну, а папа, наш алкаш, забухло продал гараж. Точно. Это про тебя, да. Гараж. Это вы его научили? Больно надо мне. Вот. Именно такие конфликты и влияют на Вадика. Вы могли бы хотя бы месяц не конфликтовать друг с другом? Да я бы с удовольствием больше не конфликтовал, если она переедет. Вот сколько ее не будет, столько я не буду конфликтовать. Терри Сергеевна, я бы с удовольствием уехала. Но я уезжаю, он начинает праздновать мой отъезд. Обратно заходит в запой и все, я возвращаюсь. Да, замкнутый круг какой-то получается. А давай мы твои вещи в кабак перевезем. Ты там больше бываешь, зятюк. Что? Да я может и пить только начал из-за того, что вы к нам приехали. Ты все время пьешь, ты обвешал всю квартиру календарями и боишься пропустить праздник. Извините, Виктория Сергеевна! Вызывайте полицию, она с ума сезая. Как дети, честное слово. На троих. Да елки-палки. Такое ощущение, Сань, что у нас в сейфе кто-то рылся. Да кто там мог рыться? Ключи только у меня и у тебя. Кстати, а где мои ключи? Здрасьте. 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 Мама, я что-то думал, что сегодня день хороший будет. А тут на, вы приперлись. Не переживай, зятек, я ненадолго. Я была в новой полиции, я все узнала. Мама, вы опять начинаете? Саня, хватит здесь в милиции просиживать штаны и ничего не делать. Так, Марина Францевна, мы здесь с вашим зятем ничего тут не просиживаем, а работаем в поте лица. Да-да, Олег Петрович, я аж сюда слышу этот ваш пот лица. Мама, я вам последний раз говорю, не пойду я в эту новую полицию, все. Саня, ну ты подумай сам, подумай про перспективы. Машины там новые, багажники большие. Это ж сколько картошки в них туда влезет? Да что ж вы все в своей жизни картошкой-то меряете, а? Я вам хочу напомнить, мама, что чтобы попасть в новую полицию, надо тесты сдать, нормативы и перетестацию. Вы за меня это делать будете, а? Так потренируешься и сдашь. А пока подкрепись, дорогой зятек, я тебе вот все принесла, покушай, покушай. Вкусно там все. Сама приготовила. Ого, мировая у тебя теща оказывается. Он еды принесла, ты говорил, горгона, мегера. Что? Ну, это он не про вас, Марина Франция, это он про другую тещу. Ага, ты ешь, 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 да. Ага. Вкусно, правда? Ешь, ешь, кушай. У тебя вкус какой-то непонятный. Вы что сюда мяту добавили, что ли? Лучше допинг. Какой допинг? Вот ты сейчас покушаешь, сразу все нормативы издашь. Саня, вот кто у нас в сейферился. Она ж тебе туда наркоты подсыпала. Да? Какой наркоты? Чужевик. Саня. Ох, прям пошла энергия. Раз, два, раз, два, раз, два. Прям, ты знаешь, лететь куда-то хочешь там. Мчать просто хочу. Смотри на него. Вот тебе анкета. Беги, сдавай нормативы. Анкета? Отлично. Все, Петрович, побежал я. Куда? Поступать в новую полицию. Эй, эй, эй. Учись. Спасибо, Марина Францевна. Был у меня друг, стал полицейским. Вот надолго. А вы можете вон пока полежать в зале ожидания. В зале ожидания, говорите? В зале ожидания. За что? Да не за что, просто там лежать удобно. Хорошо, ты меня не испугал. Надо полежать. Я полежу. Первый раз, что ли? Петрович, поздравь меня. Меня взяли в новую полицию. Да ты шо? Новая форма. Новая машина. И... зарплата. Да я тебя обниму. Обязательно обнимите, гражданка. Лет через пять. Ты чего, зятек? За что? За хранение и распространение наркотиков. Саня, может договоримся, Сань? Нет, не договоримся. Теперь я честный полицейский. На троих. Барам-барам-барам. Егор. Барам-барам-барам-барам. Барам-барам-барам-барам-барам. Ну давай, Виктор, ну давай. Ну, Егор, мама в соседней комнате. У нее слух хороший. Не знаю, что когда монетка падает, она может номинал определить. Да я знаю. Но сейчас-то я и включил сериал в интернете. Поделал наушнички. Так что она вообще ничего не слышит. Ах ты хитрец. Хитрец. Не помешаю. Господи. Мама. Мать твоя пришла. Умочка, что ты хотела? Ничего, спите, спите, я вам не помешаю. Главное, не громко, доченька забыла. Где у тебя сахар? Где, где? Мамульчка, как вчера? На третьей полке справа? Хорошо. Извините. Ничего страшного. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Придумала, чай по ночам пьет. Да какой чай? Она просто сахар по ночам жрет. Давай ты меня сожрешь. Я щас тебя сожрю. Я щас тебя сожрю. Я щас тебе сожрю. Я щас тебе сожрю. Будешь есть мою дочь громко не чавкой, главное. Мамулечка, ну ты же видишь, что мы с Егором уже спать легли. Вы уже храпели практически. Да. Доченька, извини, пожалуйста. У меня там серия закончилась, я не знаю как переключить. Мама, да просто подождите одну минуту, она сама переключится. А, хорошо. Ну, извините еще раз, трапезничайте. Спасибо. Все, она ушла. Мама. Какие у нас хорошенькие обои. Сейчас. Их сожрю. Какой у вас мягкий матрас. Мама, ну что опять? Доченька, мне так скучно там, я решила побыть с вами. Малышка, а мы с Егором как бы пытаемся побыть наедине. Пытаемся. Знаешь, доченька, когда-то мы тоже с папой пытались побыть наедине, а ты прибегала к нам в спальню то кушать, то писать. Вот он нас и бросил. Мы, конечно, вам это там сочувствуем, мы понимаем, что вы страдаете, но почему должен страдать я? Скажи, ты любишь мою дочь? В отличие от вас, да. Мама, конкретизируйте, что вы хотите, чтобы от нас отстать. Значит так, вы переезжаете на раскладушку в кухню. Я буду спать здесь. Мой телевизор притащите сюда, подключите его к интернету. А еще я присмотрела себе новое платье. Мама тоже хочет быть счастливой. Мама, дорогая, любимая. Вот, возьмите на тортик, не заходите сюда, хотя бы час. Что-то ты дешево ценишь меня, зятек. Мой час, два тортика. Спокойной ночи. Мама. Ну, теперь она точно ушла. Ну что, давай? Теперь давай спать. Почему? Пока твоя мама отсюда не съедет, ничего не получится. Пусть все учителя вносят свои предложения, как потратить деньги из общественного фонда. Покупка косметики – это не общественные нужды. И с этими предложениями сразу ко мне в кабинет. Поняла? Выполняйте. А еще мы хотим поехать вместе с детьми в парк на экскурсию. Часть денег компенсируют родители. А школьный фонд выделит всего лишь навсего на автобус. Это прекрасно, Софья Николаевна. Я сразу же даю на это добро. Да, да, да. Можно? Что у тебя? У меня это, проектная смета. О, ты придумал, куда потратить деньги из общественного фонда? Здорово. Я предлагаю сделать скворечники в парке возле школы. Вот молодец, Софья Николаевна. А вы говорили, что дядя Митя только алкаш и бабник. Ну... Значит, вот, пожалуйста, полная стоимость. Ни х** себе, х** твою. А мне вы запрещаете такие слова говорить. А? Вы что, собираетесь построить спальный район для скворцов? Зачем? Нет. Два скворечника, но качественные, качественные. Вот, полная смета, так сказать. Что? Там же главное все своими руками, ну, моими и одиннадцати башнями. Извините, здесь обои? Да, шестнадцать рулонов, моющиеся. А это не перебор? Ну, останутся поклеим в классе, чё? Я говорю, обои в скворечниках, это не перебор? Ну, согласен, согласен. Водоэмульсионочка тоже будет хорошо. Вот так вот. А скажи мне, дядь Митя, а зачем скворцам твердотопливные котлы? Для отопления? Сейчас же с газом, знаете, какая ситуация? А мы котлы поставим, все, там хоть минус двадцать на улице, а скворцы по скворечнику голые ходят, красота. Скажите, пожалуйста, а метраж у скворечника двадцать четыре метра? Ну, это общее, это общее, желая меньше. Ну, там дизайнерские решения, ну, тоже можем убрать. Так, мне кажется, Софья Николаевна, что это скворечник для двух дятлов. Для трудовика и его друга физкультуры. Ну, почти, почти. Один для нас, а второй мы думали друзьям сдавать. Знаете что, дядь Митя, я запрещаю вам тратить деньги из общественного фонда. Да. Жаль, жаль. Это же могла быть первая реальная программа, доступное жилье для учителей. Тогда на каникулы я в запой, в привычную для меня среду. Да, да, да. Интересно, что он имел в виду, когда сказал, на улице минус двадцать, а скворцы по скворечнику голые ходят. Да. Софья Николаевна, я вас очень прошу, проследите за этой парочкой. Буду вам очень признателен. Да, да. Слушается дело Кацмана Давида, обвинение против которого выдвинул Циферман Изя. Ой, это ад, это невыносимо, этот поступок, ой. Господин Циферман, слушаем вас, излагаете суть дела. А шо суть, шо суть, этот человек поступил подло. Ой, ой, и шо я сделал? Шо ты сделал? Шо я сделал? Он украл у меня деньги. Да, украл. И сейчас, ну-ка, уважаемый суд, мною очень любимый, сейчас вернет мне мои законные деньги. Я надеюсь на это вот. Наше вам через окно, знаете. Шо? Я ничего не крал, и у тебя не получится ввести в заблуждение самый умный, хороший и красивый суд в мире. Господин Кацман, давайте вернемся к сути дела. Господин Циферман, изложите, что конкретно вы не поделили с господином Кацманом? Мне очень тяжело об этом вспоминать, но если вы так просите, у этого человека был день рождения, и я, как лучший его друг, принес ему подарок за 100 долларов. Вы представляете? А он, зная цену этого подарка, потому что чек был приложен в коробочку, зная цену, он пришел ко мне на день рождения и подарил мне подарок за 80 долларов. А? И это на юбилей. Я требую, чтобы этот поц возместил мне мои 20 долларов. Изя, это было 7 лет назад. Шо ты тут устраиваешь? Шо ты тут привоза? 7 лет назад 20 долларов это были не деньги, а сейчас это вполне себе приличная сумма, можно сказать и 60. Так и шо ты можешь ждать этого повышения курса? Или это ты договорился с Нацбанком за этот кипич? Шо? Ой, мне смешно тебя слушать уже, Давидик. И я требую, чтобы помимо 20 долларов этот человек возместил мне и моральный ущерб. 7 лет ада. Вы представляете, что случилось с моим сердцем? Моральный ущерб. Я тебе не депозит, чтобы возвращать с процентами. О, кстати, отличная идея. Пускай возместит за каждый день доллар. Я буду в предостаточном состоянии. Изя, что ты несешь? Какой каждый день? Я тебе сейчас вырву пейсы и я не попрескую. Шо ты мне делаешь? Шо ты мне делаешь? Я буду без пейсы. Я буду без пейсы. Прекратите. Суд готов вынести решение. Видишь, как ты уже надо делать уважаемому человеку. Все правильно. Суд постановляет взыскать 200 долларов. Вот. Браво. С кого? Браво. 200 долларов должны выплатить Кацман Давид и Циферман Изя. Каждый. А вот я вот этого чуть-чуть не понял, а почему я должен платить еще такие деньги? Потому что не стоило делать беременной голову судьи. Очень красиво сказать. С вас с каждого по 200 долларов на алименты для моей беременной головы. И если вы сейчас быстро отсюда не уйдете, то я с вас еще взыщу по 500 долларов морального ущерба. С каждого. Конечно, есть такая ситуация. Ой-ой-ой. Яночка! Ян! Да-да-да. Ой. Ах ты, мурло такое, а! Мою жену, значит, увел и шкаф унести мой хочешь! Успокойся, пожалуйста, и поставьте, пожалуйста, пылесос. Ему бы зарядиться, а я просто целый день сегодня пылесосил. Дело в том, что меня зовут Олег, и я мужный час. А я Александр! Я-то смех! Успокойтесь! Я голый, потому что вспотел, работал целый день. Ну, вы посмотрите в шкаф, убедитесь сами. Ну? Странно. Носки все разложены, рубашки все поглажены. И картину, помните, вы должны были повесить? Ну да, она мне весь мозг этой картиной вынесла. Я думал, сам повешусь. Вот, пожалуйста, готово. А еще я вынес мусор и удовлетворил вашу жену. Что?! Сказал ей, что борщ вкусный. Она была очень довольна. Ага. Ну да, она комплименты любит. Хотя готовит хреново. Точно. Вообще. Очень хорошо, что вы меня выслушали, успокоились, а не как в прошлый раз. А что в прошлый раз было? Да я там зашел, мужик такой попался, неразговорчивый, здоровый. Не очень помню, что там было. Ну так это я тоже, как бы... У меня бита есть. Да, да, вы очень опасны выглядите, опасны. А кто вас это сюда вызвал? Жена. Да. Она уже рассчиталась две тысячи. Две тысячи? Да. Две тысячи и довольны осталось? Ну да. Ха! Класс! Слушай, мужик, это тебе от меня, ну так сказать, бонус. Потому что сам понимаешь, что от довольной жены и мужу что-то перепадает. Понимаю. Ну, чаевые мы приветствуем. Да. И мы гарантируем, что будут довольны и мужья, и жены. Ага. Слушай, а ты это... Ты только по женам работаешь или и течу взять на себя можешь? Ну... Теща, конечно, будет дороже. Ну, я понимаю, конечно же. Теща, она в три раза больше весит, чем моя-то. Ну, понятно. Тройной тариф. Все, вопросов нет. Просто она мне обещала деньги на машину подарить и что-то зажала, да? Ну, сейчас, я тебя... Сейчас. Работаем. Да, да. Сейчас. А, и заначку вашу я перепрятал. Ну, это совсем детская за вашими рогами. А вот новая заначка вот здесь. Тут не найдут. Красавчик. Просто молодца. Не-не-не-не, себе-себе-себе оставляй. Спасибо. Ну что, давай, принимайся за тещу. Ну, ведите. Сейчас, сейчас. Сейчас я ее позову. Ага. Так, что тут у нас? Ого. Марина Францевна, вы ко мне так никогда не относились. Я так понимаю, вы довольны? Представь себе на седьмом небе. Ха-ха-ха. Кстати, твои манатки в коридоре, можешь убираться. В смысле? Ну, в смысле к чертовой матери. Адрес ты знаешь, ты меня туда неоднократно посылал. Ах ты ж, муж на час, ты что наделал, а? Какой муж на час? Это мой муж навсегда. Жить мы будем здесь. Нам здесь очень нравится. А Яночка поживет с нами, пока ей нормального мужа не найду. Мариночка, пиво выдохлось. Слышь? Пиво холодного принеси. Быстро. Марина. За холодным двигай. Чего? Ой, понял, понял. Сейчас принесу. Сейчас принесу, Талеринка. Ага. На краях. А! Ах, хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. За цены? Смотри. Сделал ориентировку на тещу. Ого, теща ты прям как живая. Вот прям хоть сейчас, надо скур розыска вешать. Разыскивается рецидивистка. Обвиняется в жестоком обращении с зятем, неоднократными попытками отравить ужином, покушением на изнасилование мозга. В очередной раз была замечена в улице Щереново твой адрес. Ты согласись, прикол, да? Ну да, вот прям как живая рецидивистка, рецидивюга. Понятно. Хихоньки да хахоньки у нас. А работу работать кто будет? А? Я тебя спрашиваю, хрениться. Да. Ну а почему вы на меня не смотрите? Рот закрылый, отвечай. Мы работаем, товарищ полковник. Мы на поле шли. Вот это вот, вот так вот вы работаете. Ну-ка, ровняйся. Сыра! Пузы втянули. Сопли подобрали. Ты его поцеловал. Я просто вас проверяю, готовы ли вы ко входу в Евросоюз. Евросоюз. И я вижу, вы не готовы. Хорошо, хрениться, я подготовлю тебя, а ты подготовишь его. Это еще что такое? Это ориентировка? Рецидивистка? И вы стоите, сопли жуете. Да тут же все понятно. Ну ничего, я вам сейчас покажу, как нужно работать. Показать? Я беру это дело под личный контроль. Товарищ полковник, может мы-то... Мы сами... мы... мы понимаем, но... Арестуем мы... Желторотики. Да с такой бабищей. О, господи. Нужно смотреть далеко вперед. И нужно просчитывать ситуацию на три. А то и на шесть шагов вперед. Вам ясно? Отжиматься, пока я не вернусь. Коля, поднимайся! Ружье! Капец. Сань, да... Вот это я попал с такими шутками. Чего это ты попал? Сань, ты в любом случае в выигрыше. Либо он сейчас тещу арестует, и ты будешь жить спокойно. Либо полкана разжалуют, и ты опять же будешь жить спокойно. Да его же никто не разжалует, меньше, чем лейтенанта. Твою мать, он БТР заводит! Господи! Смотри, смотри, показывает твою. Вот уже пятый час идет штурм квартиры по улице Щербакова. Там скрывается опасная рецидивистка. Милиция не справляется со своими силами. Подключен военный спецназ и национальная гвардия. Крыльница, можно я у тебя поживу? Надолго? Да, походу, навсегда. Сань, дружище, ко мне, ко мне же эта теща приехала. Там сейчас такое пекло. Я другу не по свету. А мне же и за молоком, и что. Сань, да ты только не расстраивайся. Да ты обратись к нашим. Тебе все помогут, Сань. Все, прости. Где же я тебе жить-то буду? Возьму. Вдруг охранникам надо будет устроиться. Бежать, бежать, бежать. Срочно бежать. Нет, возьму. Вдруг отстреливаться надо будет. Так. Ну все. Попер. Что вот это такое? Когда ты мой телефон коллекторам дал, я еще терпела. Когда ты фотографию мою отправил в программу, еще тебя я тоже терпела. Даже терпела, когда ты мне на юбилей подарил гранитную плиту. Но вот это, что это такое? Мам, ну чего вы начинаете делать-то семейное? Семейное? Так, иди сюда. Сури, полковник. Полкан. Паспетит. Ленка, ты меня обговнял содержание всей моей жизни. Нет, я сейчас тебе эту дубинку ставлю, знаешь, куда. Петверка! Товарищ полковник, не надо! Я прошу вас, пожалуйста, в полковник. Добрый ты, полковник! На его месте я б тебя на кол посадила. На троих! Виктория Сергеевна, приятного аппетита! Тише! Тише! Детки спят. Виктория Сергеевна, у меня там свиданка с одной мамашей организовалась. Мне бы ребеночка на часок. Так, все! Никаких детей! Вот эти ваши сайты знакомств на добра не доведут. Виктория Сергеевна, ну, я же не бесплатно. И кроме того, я всегда вовремя возвращаю. Вы знаете. Вы знаете, после последнего вашего свидания у нас ребенка обсыпало. Откуда я знал, что у него аллергия на суши? Вы бы предупреждали, какие-то бирки вешали. А лучше, знаете что, дайте мне ребеночка без аллергии и желательно девочку. Знаете что? У нас тут, что вам, магазин какой-то? Сколько? Как обычно. И шоколадка. Будет вами шоколадка. Как зовут? Сколько лет? Сейчас узнаю, кто не спит. Да. И пообаятельней там. Ой! Значит так, запоминайте. Зовут Машенька. Машенька. Четыре годика. Четыре годика. Машенька, четыре годика. Виктория Сергеевна, я если буду продлевать, я наберу. Хорошо. Только не опаздывайте. Ее мама забирает все время ровно в пять. Пять. Хорошо. Машенька, четыре годика. Машенька, давай быстрей. А то шоколадка пропадет. Давай, 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 давай. Так, пусти. Ой, ну что вы уцепились. Виктория Сергеевна, ну объясните ей, что ты не мой ребенок. Тихо, тихо. Дети еще спят. Объясните этой женщине, что ты не мой ребенок. Ничего не говорите, я понимаю, многие мужчины стесняются, но отец-одиночка, это прекрасно, да? Да ну никакой не отец-одиночка, у меня вообще детей не было. Не переживайте, будут, доверьтесь мне, доверьтесь. А я вас предупреждала, вот эти вот сайты знакомых до добра не доведут. Ладно. Кстати, а где Машенька? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот. Ладно.